Ну и кто пришел впервые на вебинар софтлайн и готов только познакомиться с нашей командой? Итак, расскажу вкратце о софтлайн. Сегодня софтлайн является одним из ведущих IT-интеграторов на территории России и не только. Я бы сказала на территорию многих-многих стран. Мы по персоналу насчитываем более 5,5 тысяч сотрудников, при этом включают наш персонал как аккаунт-менеджеры. То есть это те специалисты, которые знают вас и которые являются единым входным звеном для вас по любым вашим задачам и вопросам. Специалисты по техническим решениям, которые ведут тех пресейл. И специалисты нашего производства. Это инженеры, разработчики. Присутствие у нас на рынке более чем в 50 странах и в России более чем в 95 городах. Это говорит о том, что мы стараемся быть ближе к вам. То есть открываем множество офисов по всему миру и само собой в России. И то, что мы представлены за рубежом, помогает вам, наверное, перенять технологии, которые зарубежные ваши коллеги уже вовсю используют у себя и оценили. И, конечно же, возраст, возраст нашей компании, наличие там статусов позволяет, подтверждает нашу экспертизу, которую мы получили на эти рынки. Направление деятельности. Одно из преимуществ работы софтлайна в том, что придя в нашу компанию, вы найдете ответ на любой вопрос. Более того, когда я начинаю, например, прорабатывать решения по клауд с заказчиком, у меня уже существует достаточный опыт для того, чтобы задавать вопросы в смежных сферах. Например, недавно мы начали проект по размещению и развертыванию с нуля маркетплейс в облаке. С одной стороны, заказчик ждал от меня только информацию по ресурсам и по дополнительным сервисам, которые необходимы в облаке для развертывания решения. Но, зная специфику наших федеральных законов об информационной безопасности и также специфику информационной безопасности решений по защите веб-приложений, я смогла ему осветить еще другие вопросы, с которыми он столкнется. Итак, придя в софтлайн, вы можете рассмотреть решения с нескольких сторон. Это не только облачные решения, это информационная безопасность, интернет вещей, роботы, обработка больших данных, искусственных интеллект, программное обеспечение, аппаратное обеспечение, все возможные направления. Я отвечаю за направление клауд, так же, как мои коллеги в других регионах и в Москве. Таким образом, вы сегодня подключились из разных регионов. Если вы не знаете своего клауд-менеджера в своем регионе, приходите ко мне, я вас познакомлю, и у вас будет нужное контактное лицо, которое поможет вам правильно рассчитать нужный проект. Итак, что важно знать, когда вы приходите к софтлайн по решению клауд, что мы являемся, ну, как минимум входим в топ-3 провайдеров облачных услуг в России, при этом развиваем все всевозможные направления. Это ИАС, ПАС, СААС. В чем отличие данных направлений, если кто не знает, это в уровне аутсорсинга, в уровне ответственности провайдера. Самый яркий пример СААС-решения – это почта из облака. Дата-центры. Многие компании спрашивают, в каких дата-центрах размещены наши облачные площадки. Мы работаем только с сертифицированными цодами уровня ТАЙР-3. Также мы можем реализовывать гибридные схемы, гибридные инфраструктуры, являясь поставщиком с лучшими статусами таких глобальных облаков, как Azure, Amazon, Google. Предоставляем вам не просто в аренду виртуальной мощности, но также помогаем решать вопросы по FZ-152. Я думаю, не секрет, что многие сервисы сложно развернуть в облаке, в публичном облаке, и для этого у нас есть достаточно экспертизы для того, чтобы подготовить либо выделенные серверы под особо производительные сервисы, либо частные облака. СЛА, СЛА и также наше производство, наша техподдержка, те вопросы, по которым мы готовы с вами разговаривать не один час, это наши большие плюсы. Тренды. Тот карантин, та удаленка, с которой нам пришлось столкнуться в прошлом году, вывела многих компаний на новый уровень отношения к облачным сервисам и на новый уровень развития. Еще в прошлом году все маркетинговые исследователи единогласно заявили о том, что рынок ИАС и рынок облачных услуг в России вырос в 30%. В этом году рост прошел, рост сохранился. Более того, интересно, что коллеги начали, вы начали задумываться еще над информационной безопасностью. И рост сегмента защищенных облачных услуг стал расти значительно сильнее, чем стандартные облачные услуги. Мне нравится очень выражение, я его оставила в своей презентации, что в 2020 году многие компании прошли путь, на который они отводили 5 лет за 3 месяца. Я думаю, то же самое творится и у вас в организации. Третий тренд, который хотелось бы отметить, что IT-департамент в организациях уже становится не вспомогательным, не общим департаментом, а он становится ключевым активом компании. Та же самая удаленка показала бизнесу, насколько важно иметь квалифицированный персонал в команде и достаточное количество мощностей и сервисов. Новые единицы измерения инфраструктуры. Сейчас почти все провайдеры говорят о том, что отходит проектный способ закупки оборудования и закупки программного обеспечения на второй план, и на первом плане у нас выдвигаются услуги. И в этом случае единицы измерения становятся другие. Про IT-эзо-сервис я поговорю чуть позже. И у компаний заказчиков сейчас нарастают гибридные инфраструктуры, где множество разных решений, сервисов поднимается в разных облаках. Мультиоблачность – это следующий тренд сегодняшнего дня. На данном слайде отображается тот тренд, о котором я вам ранее говорила. Как раньше происходило расширение и становление IT-инфраструктуры в компании в виде проектов. Проект бизнес-аналитики запускался, проект развертывания почты запускался, проект развертывания офиса, филиала. И каждый проект проходил в своей стадии. И в какой-то момент он заканчивался, в какой-то момент начинался новый проект по его обновлению, апгрейду или оптимизации. В наше время происходит переход в следующую концепцию – это IT-эзо-сервис. Подписочная модель, сервисная модель. Многие компании начинают смотреть в сторону почты как сервис, VDI как сервис, АТС, виртуальный АТС как сервис, 1С как сервис, о чем мы позже с вами поговорим. Как я уже вам говорила, имея различные направления и различные экспертизы внутри Softline, у нас есть возможность проработать любую вашу задачу с самого первого, я бы даже сказала, нулевого уровня и до ее даже не внедрения, а техподдержки, обслуживания и развития. Если мы возьмем, например, самый яркий пример 1С, то есть мы можем на первом этапе вместе с вами провести обследование, соптимизировать архитектуру, возможно провести тестирование разных версий, переход на новую версию 1С. Затем мы вам предлагаем несколько платформ в зависимости от требований, от ваших требований, ну как минимум облако Softline и платформа производительная и стандартная. Также мы можем предложить какие-то дополнительные новейшие технологии, которые присутствуют уже на рынке в секторе 1С. Безопасность, то есть тут же мы можем параллельно проработать с вами информационную безопасность в рамках ФЗ-152, это закон обработки персональных данных. И предложить свои сервисы, сервисы по обслуживанию, по оптимизации кода, по консалтингу, чтобы не отключаться просто так от вашего проекта, а помогать вашему проекту жить и развиваться. В этом случае, повторюсь, роль IT-специалистов внутри ваших организаций растет, вы уже сервис-провайдер, а Softline же остается просто вашим советником. Карта решений. Что еще нам помогает строить под ваши задачи, под ваши сервисы необходимую инфраструктуру? То, что помимо персонала и самых разных экспертов, у нас есть решения, из которых мы можем как мозаик уже складывать для вас необходимую архитектуру. Это и физические сервера, это и публичные облака, публичные облака сертифицированные по ФЗ-152. Строить сразу же репликацию ваших данных, если необходимо, с помощью разных решений. Если вы запускаете, например, веб-приложение, предлагать сразу же вам решение по защите от DDoS или WAV как сервис. Возможностей много, не буду останавливаться на них, перейдем дальше. Softline vCloud. Конечно же, это наше основное направление, основное решение. Уже более 10 лет, примерно с 2011 года, мы развиваем свои собственные платформы на базе VMware. Варя постоянно происходит ее обновление, развитие позже. Михаил Волков расскажет вам небольшой роутмап. В настоящий момент мы имеем две платформы на базе стандартных процессоров 2,6 ГГц и производительных 3 ГГц. Как вы думаете, давайте немножко с вами пообщаемся, что отличает провайдеров в России? По какому фактору можно сделать выбор? Все равно провайдеров сейчас очень много и почти разный набор услуг. Хорошо, согласна. А у кого-то, кто-то, например, делает свое основное направление только на инфраструктуре, ясно, не развивает уровни выше. Цены. Цены, да, бывают сильные различия в цене, но все равно у провайдеров примерно одного уровня цены будут примерно на одном уровне. Поддержка. Вот тут он ближе, ответ ближе к правде. А какая поддержка? Давайте тогда я расскажу... Плохая. Расскажу примерно следующую историю, как у нас происходит поддержка пользователя и поддержка заказчика. Во-первых, хотел бы рассказать про нашу команду, команду Softline Cloud. Есть менеджеры, типа меня, которые связываются с новыми заказчиками. Какая наша основная задача? Наша задача рассказать про преимущества, показать вам, как можно и вместе с вами сделать технико-экономическое обоснование, ну и вместе с вами пройти процесс закупок. Я думаю, понятно. То есть у нас все равно направление более узкое. И есть команда менеджеров, которые работают по техподдержке текущих уже заказчиков. То есть после того, как вы заключаете договор Softline, у вас появляется персональный менеджер техподдержки. Как вы думаете, вот по каким вопросам вы можете к ним обратиться? Притом я не говорю про инженеров технической поддержки именно в облаке. Я говорю про персональных менеджеров поддержки заказчика. Как часто этот менеджер меняется? Так, это вопрос немножко, ну я скажу. То есть у вас есть менеджеры, аккаунт-менеджеры, во-первых. То есть это то входное звено, к которому вы приходите с своими вопросами и задачами. Действительно, аккаунт-менеджер может поменяться, но в любом случае, если вы обратитесь к любому лицу, которого вы помните в Softline, вас познакомят с новым менеджером. Есть, я говорю про клауд-менеджеров после заключения договора. Так вот, я хочу рассказать, по каким вопросам к ним можно обратиться. Первое. Оптимизация вашей архитектуры. То есть после того, как вы самостоятельно разместили какой-то сервис, видите, что что-то у вас, ну, недостаточно работает, вам не нравится, вы обращаетесь к ним, и они предлагают решение. Та техподдержка, которая есть 24 на 7, они данными вопросами не занимаются. Их основная задача – это следить за доступностью ваших виртуальных машин. Потом, бывают также задачи, когда нужно резко снизить платеж, и также вы можете обратиться к этому менеджеру, и он вам покажет, как можно не без упадка для производительности изменить архитектуру. Конечно же, бывают вопросы по лицензиям, бывают вопросы еще по новым сервисам. В данном случае у вас будет человек. И эскалация. Если что-то, какой-то ответ вам не понравился с техподдержки именно инженерной, вы также можете с ним обсудить. Вот, наверное, по работе вот именно такой техподдержки, плюс техподдержки инженерной, облако, отличаются в основном провайдером. Софтлайн-вик-клауд-авилибилити. Не буду говорить о технических особенностях. Приходите, каждый менеджер клауд вам все подробнее опишет. Почему клауд? Здесь быстро пробегусь. Времени у нас, я думаю, уже осталось немного. Гибкие операционно-прогнозируемые затраты. В рамках технико-экономического обоснования мы позже обсудим данные преимущества. Почему операционные затраты так любит бизнес? Дублирование элементов инфраструктуры. Я не думаю, что покупая, что любая организация может позволить себе купить сервера с резервированием N+, либо сеть, либо коммутаторы с резервированием. Софтлайн и, в принципе, любой другой провайдер это обязательно сделает. Большая проблема возникает как раз при эскалации. Некоторые провайдеры не соединяют тех специалистов напрямую. Здесь ваш личный персональный клауд-менеджер решит с вами, что нужно сделать. И я знаю, что наши технические специалисты при необходимости, конечно же, свяжутся с вами напрямую. Следующее направление, которое помогает именно развивать облачные сервисы внутри организации, это масштабируемость. Помните про тот проект Marketplace, о котором я говорила? Теоретически, точнее практически, его можно также развернуть у себя локально в ЦОДе. Но развертывание – это этапность. На первом этапе компания планирует использовать тестовую среду, затем и среду разработки, и только затем выходить на продакшн. Так вот, за счет данного поэтапного использования ресурсов можно достаточно сэкономить. Стоимость ресурсов зафиксирована в договоре. Именно так. Вот вы сегодня сказали, что провайдеры отличаются ценой. Я бы сказала так, что на протяжении пяти лет, сколько я здесь работаю, у нас ценовая политика не сильно изменилась. Когда начали выходить на рынок конкуренты, то нам приходится быть достаточно гибкими, при этом только улучшая свою производительность. Поэтому, наверное, наше преимущество в том, что мы остаемся гибкими, и плюс предоставляем вам выбор в платформе. Гибридная инфраструктура. Как я уже говорил, у многих компаний появляются и облачные сервисы, и собственный ЦОД, и самое главное, все это держать под контролем, управлять, мониторить, получать необходимую отчетность. Некоторым организациям даже нужно ввести какой-то биллинг внутри компании. В этом случае у каждого провайдера есть свое решение. Вот в рамках софтлайн мы продвигаем решение Клаудмастер. Это решение позволяет, как я уже сказала, управлять, проводить автоматизацию, мониторить и разводить проекты по разным командам, вести лучший учет используемых ресурсов. Приходите, в случае вашего интереса к такому вот единому, единому порталу управления разными платформами, мы расскажем. Почему софтлайн? Уже несколько раз я вам говорила, то есть это комплексность, единая точка решения. Опыт работы не только в течение 25 лет, но и самое главное, не только в России, но и за рубежом. Экспертиза. Экспертиза. Чем можно, как вы думаете, вот чем можно доказать и подтвердить свою экспертизу по тому или иному направлению? Проверка на внимательность. Статусами. Статусами, которые дают вендоры. И заказчики. Не так много, но у нас есть публичные кейсы, публичная история успеха. Если нужно, по какому-то там даже закрытому кейсу мы можем организовать конфкол, референс конфкол. Сейчас я хотела бы подключить моего коллегу Мишу Волкову. Михаил, руководитель как раз в eCloud направления по всей России, наверное, даже и по зарубежью тоже, да, Миша? Добрый день. Да, я думаю, что по России, да, по зарубежью частично. То есть, когда мы в формате гибридного какого-то решения что-то предлагаем, тогда, да, мы подключаемся, например, там Cloud Health в январе. Да, я готов. Миша недавно выступил на конференцию вместе с Intel и процессоры Intel Optane, то есть, это та технология, которая помогает развиваться Softline Cloud. И, Михаил, слово тебе. Немножко технической информации. Да, я по твоей презентации, да? Да. Коллеги, очень приятно. Добрый день еще раз. Сейчас, вот, я так понимаю, все видят на экране слайд по режимам, который описывает режимы работы Intel Optane памяти, да, это новый вид памяти, уникальный, потому что он есть только у Intel. Что же он позволяет? Он в основном работает в двух режимах. В режиме Memory Mode, так, презентация? Да, все. Убежала. Режим Memory Mode, который фактически расширяет обычную память там, да, на последнем поколении Intel Optane до 6 терабайт, да, представляете себе, да, 6000 гигабайт. Или в режиме AppP Direct. AppP Direct, это когда приложения, например, такие как СОБД, там, Microsoft SQL, MySQL, там, или Сабхана умеют работать с этой памятью напрямую и сами быстро пишут в нее какие-то свои данные. Мало того, эта память Optane является энергонезависимой персистом, то есть она сохраняет данные после перезагрузки системы, да, очень важный момент. И поэтому есть еще такие промежуточные режимы Mixed Mode, да, которые позволяют использовать эту память в качестве быстрого хранилища. Соответственно, в центре вот выделены задачи нагрузки и аналитика виртуализации баз данных, это как те нагрузки, те типы нагрузок, которые с максимальной эффективностью, с максимальной отдачей эту память могут использовать. Например, в среде виртуализации можно вот сделать виртуальные машины с большим объемом памяти, как я уже сказал, там, 6 терабайт на сокет, то есть на один процессор. Соответственно, это могут быть in-memory base, то есть базы, которые находятся постоянно в памяти и поэтому благодаря этому работают гораздо быстрее, то есть фактически storage находится, то есть система хранения находится на шине памяти и в отличие от NVMe, которые тоже есть Optane, NVMe, не путаем, это тоже хорошая штуковина, но Optane NVMe находится на шине, то есть на шине, которая фактически системная шина и поэтому работает быстро, но не так быстро, как шина памяти. И благодаря этому на шине памяти можно сделать как базы данных, так и, допустим, вот просто диск, ультра NVMe диск с высочайшей производительностью мне удавалось достичь больше полутора миллиона EOPs и latency, который в сотни раз ниже, чем на обычных дисках. Можно дальше. Да, вот, собственно, благодаря этим свойствам Intel Optane память, благодаря которой мы решаем сразу пять задач. Первая это снижение стоимости обслуживания. Не забывайте, что вы тоже также можете это использовать для этих же целей. То есть мы уменьшаем стоимость обслуживания одной виртуальной машины, фактически уплотняем в два с половиной раза сейчас. То есть благодаря Intel Optane достигается уплотнение и снижение стоимости. Соответственно, стоимость одного юнита, то есть виртуальной машины, снижается на 40% и более. Также себя очень хорошо показывает система в гиперконвергентных платформах, то есть это тех систем, в которых и компьют, и storage фактически являются частями общей инфраструктуры. То есть обычные серверы, собранные в группу, в кластер предоставляют общую систему хранения, то есть диски общие и фактически в этом случае достигается такая простота, относительная простота использования и нет необходимости во внешнем СХД или точнее можно комбинировать с внешним СХД. И благодаря этому можно достичь иопсов больше 100 тысяч. Как я уже сказал, его достигало больше полутора миллиона иопсов. Ну и также можно строить любые решения, начиная с частных облаков, публичных облаков, соответственно, в частных облаках в dedicated решениях в аренду взяли серваки, поставили с Intel Optane, получили какой-то гиперконвергентный ВИСАН, например, на VMW и получили там 400 тысяч иопсов для 1С с минимальной латенсии, с минимальной задержкой. Несколько слов в нашем roadmap, то есть мы идем такими вехами, ну такими большими, можно сказать, ступенями развиваемся. Сейчас мы находимся, наверное, где-то между ступенями Protected Cloud и Improv Services, то есть мы фактически сейчас расширили буквально уже в ноябре внешнее подключение интернет в 10 гигабит в секунду, то есть нашим заказчикам уже прям практически буквально на днях будет доступен общий шарт-канал до 10 гигабит и подключение внешнее с выделенными каналами тоже. Также скоро будет внутренний интерконнект, тоже очень хороший, да, то есть больше там 30 гигабит в секунду. Соответственно, сейчас пока там линки ограничены скоростью 10 гигабит, но может быть не один линк. Миша, можем перейти уже к нашей первой практической части, то мы немного задерживаемся. Тяжело передать информацию, которую хочется поделиться. Техника экономического обоснования. Переходим, Запросишь управление у меня, да? Да, я вот начинаю показывать свой рабочий стол. Виден, да, коллеги? Так же надо сделать слайд-шоу. Да, все видно? У тебя быстрее получилось. Да, практическая сессия. Ну, хочу оттолкнуться от такой простой задачи, типовая задачка, филиал для компании достаточно большой, у которой там десятки офисов, и надо было построить такой типовой кубик решения для того, чтобы эти офисы быстро создавать в Москве и в регионах. Ну, соответственно, в любом таком филиальчике есть, как правило, роли серверов, да, которые могут быть распределены как между железными, так и виртуальными машинами. Ну, в нашем случае мы все сделали, сравнили на железе и в облаке, да, то есть и роли файловый сервер, СОВД, актив директори, терминальный сервер с 1С, вот, ну и также использовали виртуальный офис софтлайн. И посчитали, да, то есть это прям реальный кейс, посчитали, сколько это бы стоило заказчику, если бы он развернул в офисе, даже по секрету скажу, он развернул уже парочку офисов на железе, а мы предложили также альтернативный вариант в облаке, и в результате вот оказалось через три года, что, значит, в облаке выгода составила больше 30%, это причем в лоб, да, то есть мигрировали без особых каких-то, скажем так, обдуманных вариантов, да, когда можно было сервисами мигрировать, мигрировали виртуальными машинами, и экономия уже составила больше 30%. Соответственно, видим, что в офисе что самое, так сказать, чувствительное и болезненное, да, это разовые расходы на каждый такой офис составляли порядка 3 миллиона 800 тысяч, а в облаке не было таких существенных разовых расходов, капитальных затрат, и поэтому заказчик в данном случае должен был брать деньги либо из оборота, либо в банке, да, под определенные проценты. Соответственно, я сразу вот перейду к такому графику, в котором, ну, более наглядно это представлено, что в офисе вот разовые закупки 3 миллиона 800 на каждый офис, да, это с учетом того, что офисов N, да, количество нажатий на N, это было достаточно болезненно. Соответственно, эти деньги остались в обороте, и если справа посмотреть, да, эту стоимость приведенную, мы учитываем, как 15% годовых, но реально у заказчика там 30% прибыли, поэтому можно было поставить даже 30% годовых, но даже при 15% годовых экономия при использовании облака за 3 года составила больше 1 миллиона 600 тысяч рублей. Без учета там поломок неисправности. можно вопрос, вот Владимир нам задал, очень интересный, и как вот он говорит, действительно проблемный вопрос. Мы сейчас больше говорим, как построить организацию с нуля, да, вот в данный А что делать при переводе уже существующей инфраструктуры? Давай-ка расскажем про Росводоканал. Да, ну смотрите, вот это существовавший заказчик, торговая сеть, у которой есть магазины, база, фурнитуру делают, там еще что-то, то есть обувь и так далее, то есть они просто развивались, то есть соответственно новые все офисы развивали в облаке, потом и главный офис тоже перешел в облако, то есть это просто пример. Теперь про Росводоканал, давайте, да, я тут не в этой, а, найдешь, да? Я, честно говоря, не помню. Нет, 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 не в этой презентации. Не в этой презентации. Это будет позже, там, где Александр читает, там Росводоканал, мы вернемся к этой теме. Но в любом случае, Владимир, давайте я отвечу на ваш вопрос. Вы приходите с вашей задачей в отдел Softline Cloud, часто, например, ко мне, и мы уже с вами готовим технико-экономическое обоснование. Если вам нужно перевести текущие затраты и как это будет выглядеть там при миграции в облако, мы это с вами будем вместе просчитывать. Потому что, ну, проблема зачастую с тем, что она имеет текущую инфраструктуру, у вас уже есть сеть, у вас уже есть, предположим, СХД, которая более-менее живет. У вас, не знаю, вам нужно, например, обновить только серверы. А в этом случае мы подключаемся и показываем другие риски, которые могут быть, с которыми может быть связаны те или иные простые расходы. Ну, вот смотрите, да, сейчас на экране Росводоканал имеет семь территориальных подразделений в России, причем они достаточно независимы, да, развиваются, самостоятельные конкурсы устраиваются самостоятельно. Необходимо было обеспечить повышение стабильности работы сервисов и обновления IT-инфраструктуры. Принесли сначала... Именно обновление, да? Не создание с нуля. Да, да. Принесли сначала, просто принесли свою 1С, которая работала как-то не очень хорошо и пытались ее заставить работать. Причем была проблема. Айтишники одни говорили, что надо там 2,5 миллиона на обновление, другие говорили 5 миллионов надо на обновление, да, и, собственно, вот в этом биполярном расстройстве руководители пришли. Ну, а как же быть? Мы помогли просто выбрать решение, во-первых, настроить работу 1С, и, заметьте, вверху, да, вот этот слайд называется как Public plus Private Cloud plus Decade plus Collocation равно IT-рассводоканал. То есть, наш заказчик, фактически, это уже наш партнер, вот мы вместе развиваемся и помогаем развивать ему бизнес и сами развиваем сервисы, да. Фактически, в зависимости от бизнес-ситуации и технической ситуации, да, мы выбираем то или иное решение. В каком случае, например, 1С сидит на арендованном сервере, в каком случае это в Private Cloud, то есть, на выделенной инфраструктуре, но под нашим обслуживанием и с обслуживанием гипервизора. А, допустим, терминальная ферма, которая не так критична там к железу, она находится в обычном ИАСе и рабочие столы пользователей находятся в ИАСе. А тяжелые СУБД и 1С могут находиться на железке, могут находиться в выделенном облаке, да. Ну, то есть, это очень гибко. И в этом случае, что важно, да, то есть, мы вместе с, теперь с нашим партнером, заказчиком разрабатываем трехлетнюю стратегию развития, модернизации этой инфраструктуры. И фактически планируем и бюджетируем все дальнейшее развитие. И горжусь этим кейсом. Михаил, еще один вопрос от Александра. Посмотри, пожалуйста. Ну, насколько я понимаю, он вот именно касается проектного института. Так, я просто не могу одновременно... Хорошо, давайте я прочитаю. Вопросы в технической плоскости и в экономической. Есть ли компания проектная и требуется виртуализация под проекты? Но вы предлагаете делать с данными... Что вы предлагаете делать с данными по завершению проекта? Выгружать их в хранилище? В окружении инсталляции тоже затраты? Смотрите, это и простой, и непростой одновременный вопрос, как всегда, да? Во-первых, предлагаю, конечно же, индивидуально пообщаться, приходите, прям обсудим, потому что в зависимости от объемов данных, потому что если этот проект и там объемы данных небольшие, да, то есть, соответственно, их можно смело хранить в облаке, там стоимость хранения, она очень невысокая, поверьте. По сравнению с дисками, которые вы купите в офис, это в офисе диски будут просто стоимость дисков будет выше одного гигабайта, чем хранение в облаке. Можете посчитать, если захотите. Готов вам даже и поделиться с вами. Если вы посчитали проект, храните, потом опять вернулись к этому проекту, периодически считаете, да, это одна задача. Если вы один раз один проект посчитали, а потом совершенно другой проект, другая задача, да? То есть, нужно понять контекст того, что у вас происходит. Но по изъюгу, по изъюгу, то есть, вы можете платить ровно столько, сколько используете, да-да, готов. Миша, мне еще кажется, знаешь, с чем связан этот вопрос? Многие боятся, то есть, не могут подписать договор на три, на пять лет и боятся, что, например, в этом году бюджет выделен на облако. А что будет, если вдруг в следующем году не выделят бюджет? Вот такие еще страхи. Но мне кажется, тут нужно разговаривать с бизнесом заранее. И как минимум, существуют те операционные затраты, которые закладываются из года в год. Бизнес уже к нему привык, финансисты, экономисты к ним привыкли. Я говорю про те расходы, которые там на техподдержку, расходы на тот же самый интернет, то есть, которые нельзя урезать. И они должны также понимать расходы на облачные сервисы. Переходите к нам, мы этот прям детально проект обсудим. Потому что если там инфраструктуры небольшие, это одна задача. Если там большие объемы, это другая задача. Всегда можно декомпозировать сложную задачу на несколько простых. Александр пишет, что как было бы хорошо, если бы мы поделились примерами ТЭО. Александр, приходите, поделимся. Более того, подготовим ТЭО, исходя из ваших входных данных. Да, смотрите, по ТЭО у нас есть тоже разные подходы. То есть, понятно, что ТЭО может быть, во-первых, оценочный, для того, чтобы принять какое-то решение, куда идти, в облако или в офис. Оценочный, стиммейт его называют. А второе ТЭО, это прямо уже предметный, детально рассчитанный спецификация облака или офис. Вот, чтобы вы понимали, вот этот вот расчет, конечно, за ним стоят огромные простыни Excel, в которых подбиты, это же итоговые данные, подбиты цифры по всем филиалам. То есть, мы усредняли, это уже выгонка, то есть, итоговые цифры. И ТЭО считали. Я хочу рассказать об одном своем кейсе, когда ко мне пришла за помощью компания, директор по IT-технологии сказал, Настя, хочу со следующего года пробить, чтобы у нас был договор на облачные сервисы, но давай сделаем так, чтобы облачные сервисы были дороже, чем локально. То есть, пускай, пускай бизнес заранее знает, что там придется платить больше, но мы заранее туда добавим всякие доп-сервисы и техподдержка, пускай у меня там будет и выделенный инженер, то есть, максимально, и будет потихоньку наращивать бюджет. В принципе, мы вместе с ним все сделали, и с этого года у него стартовал вот первый его контракт на небольшое облако. Ну да, в общем, можно как от прямого, так и от обратного идти. Вот сейчас на экране слайд, и я думаю, Настя, вот ты, наверное, этот слайд пояснишь. Да, буквально два слова. Гульнас, напиши, пожалуйста, как у нас по времени, как мы идем по программе. В чат, если можно, он мне больше виден. И так, технико-экономическое обоснование. Здесь, что мы видим? Мы видим стоимость оборудования. Например, вам нужно купить исходы. Мы знаем, что ее стоимость 5 миллионов 622 тысячи. И мы можем рассчитать такую же исходы в аренду. Миш, верни, пожалуйста. Ага, то есть наоборот, я перепутала столбцы. То есть заранее мы знаем, что покупка будет дешевле, чем аренда, чем сублизинг, чем лизинг, и это понятно, потому что здесь закладываются еще проценты за рассрочку. Но если мы посмотрим на те налоговые возвраты, которые сделает ваш бизнес, в случае аренды и подписки, они будут больше. То есть НДС с этой суммы будет уплачен, возвращен в большей сумме. Налог на прибыль, потому что аренда, подписка и сервисы относятся к операционным затратам и на себестоимость. Также, если вы посмотрите на мою таблицу, также будет больше. И еще дополнительно бизнес ваш получит доход с реинвестированием. Что такое реинвестирование? Это мы из суммы покупки и сходы вычитаем первый платеж за аренду, за подписку, за сервис. И у бизнеса остается вот в этом году еще неизрасходная сумма, которую либо он вложит в какую-то инвестиционную деятельность свою, либо он купит, например, более важное для него оборудование, например, станки. И если учесть все вот эти вот составляющие, которые IT-департамент никогда не увидит, это увидит только финансист-экономисты. Вот в этом случае денежный поток, особенно с учетом удешевления денег во времени, он сложится в сторону лизинга, аренды и облачных сервисов. Вот прям вкратце понятно данная схема и данный расчет. Приходите, и мы вам поможем разработать тот документ, который будет понятен вашим финансистам и бизнесам. Все, у меня все. Спасибо за внимание. Передаем слово Александру Кокушкину с темой, с такой горячей и актуальной темой, как 1С 1С из облака. Почему данное направление сегодня интересно? Из года в год ко мне приходили заказчики компании и говорили, мы бы с радостью потестировали 1С в облаке, либо просто посмотрели бы другую версию, если бы были лицензии. Но я думаю, вы понимаете, что купить лицензию 1С, купить лицензию Microsoft просто для тестовой среды, это связано с большими деньгами. Александр, вам слово. Да, коллеги, день добрый. Также покажу экран. Да, сейчас я вам расскажу о сервисе, который позволяет ту задачу, которую Настя озвучила, это способ быстро протестировать 1С, быстро показать ее, быстро проверить свои гипотезы. у меня презентация показывается тут только, которая загружена, коллеги. Как мне показать, которая моя? Саша, а можешь запросить управление нажать в Тимзе? Можно предварительно, открыв презентацию, демонстрировать рабочий стол. Она у меня открыта, да, и рабочий стол я нажал. А, все, прогрузилось. Так, коллеги, видно? Да, презентация видна, 1С, сервис из облака. Отлично. Да, смотрите, коллеги, что за такое у нас 1С из облака, да, сразу открою слайд, где более наглядно это показано, и дальше уже пройдемся, что в это входит. То есть, зачастую, очень часто у вас возникает задача перед миграцией в облако проверить, да, скорость работы, проверить, там, настройки, просто отлавить какие-то решения. Помимо этого, часто возникает задача предоставить среду для работы разработчикам, каким-то удаленным, или своим там, коллегам. Либо у вас идет проект внедрения, и нужны дополнительные мощности, да, то есть, либо вы строите дополнительные, скажем так, резервные мощности, чтобы в случае отказа или временного перехода можно было переехать. И часто это разворачивание подобного решения связано с затратами как временными, так и лицензий, то есть вам нужно отдельные лицензии 1С, лицензии на сервере, лицензии на базу данных, их нужно настроить, обслуживать, плюс виртуальной среде это бывает не так просто, соответственно, ваши специалисты, там, по 1С, администраторы начинают вникать в эту проблему, отвлекаться от своих основных задач, гуглить в интернете, в интернете, там все копирайтерами 10 раз, там старые, вообще неактуальные какие-то настройки перепечатаны, в итоге такой, каждый раз происходит такой бесконечный путь проб и ошибок, на котором теряется огромное количество времени. И вот сервис 1С из облака, то есть мы называем его юнит, он позволяет вам, то есть юнит для 1С, получить готовую платформу, которую вы, собственно, как вот там почту, как офис из облака, вы получаете, и она себя представляет в общем случае, здесь сейчас показано на слайде, самое такое максимальное его разворачивание, то есть это развернутые виртуальные машины с сервером базы данных, развернутые виртуальные машины с серверами 1С, все это может быть закоммуницировано как по отказоустойчивой, по Dolby Son, может быть просто в обычном кластере 1С, где может быть от одного там до четырех, например, ну это в стандартном развертывании в нашем серверах 1С. При этом сервер 1С может быть как на отдельной машине, так и на машине с базой данных, если там используем SQL, чтобы там использовать Shared Memory для максимальной производительности, либо это может быть пасгре, для экономии на лицензиях и так далее. То есть фактически вы там в один клик, в одно обращение к вашему менеджеру облачному, вы получаете готовую платформу, которую можете дать вашим разработчикам, вашим коллегам, да, то есть для тестирования отладки и решения ваших текущих задач. В чем плюс и в чем гибкость еще данного сервиса, то есть он может быть реализован в абсолютно разных форматах. То есть если у вас есть там небольшие базы бухгалтерские, да, то есть вам нужно их просто куда-то переместить, вы можете взять этот юнит в публичном облаке, где будет невысокая производительность, ну скажем так, там 25, там 27 гилевых, но при этом будет самая оптимальная цена. При этом у вас будет отдельный сервер с полностью возможностью администрирования, но с полной поддержкой. То есть поддержка там включает обновление платформы, работа обновления SQL, соответственно решение различных вопросов по публикациям баз данных, интеграции и так далее. Вот. Если же нужна более производительная система, например, под системой ERP или у вас большая система документов оборота развернута, то без проблем можно развернуть это в частном облаке, соответственно здесь производительность будет там порядка 40-45 гилевых. Вот. И если у вас уже такая большая продуктивная среда, где вы разворачиваете собственно на 500-700 пользователей, то конечно же можно развернуть в частном облаке и построить вот такой устойчивый кластер. При этом для вас это по сути практически мгновенно и незаметно происходит. Вы просто определяете параметры, какая версия подформы вам нужна, какая версия SQL, и это для вас разворачивается. Соответственно при необходимости это также можно уменьшить, объем развертывания увеличить, тем самым вы получаете максимальную гибкость и ваши специалисты они могут сосредоточиться на решении реально бизнес-задач, а не вот на скажем так вознюю структуры с этими такими рутинными задачами, в которые в общем-то не каждому специалисту хочется вникать и тратить свое время. Собственно какие задачи мы этим самым решаем, то есть это соответственно воспрождение ресурсов, это стабильная работа, поскольку все оптимально оттестировано, то есть юнит он идет у нас как готовый, то есть это предварительно настроенные виртуальные машины, в которых все точно работает так как нужно, стоит стабильная версия платформы, соответственно он разворачивается и работает с максимальной скоростью, которая возможна в облаке, как в частном, так и в публичном. Соответственно все безопасности выкручены так как нужно и так далее. Ну а выгоды соответственно они огромны, то есть помимо того, что вам не нужно никаких капитальных затрат для этого, это разворачивается мгновенно, не нужно тратиться на лицензии в общем случае, то есть вы можете свои лицензии использовать, но в общем случае вы можете использовать и наши лицензии, которые вам предоставлены в аренду. Соответственно мгновенное масштабирование, полный контроль, полная отказоустойчивость. Ну и что важно, соответственно это помощь в развитии этой среды консалтинга. То есть очень часто при работе с облаками, при миграции в облако, если вы работали только со своим железом, зачастую для вас очень неочевидно какая производительность получается и как правильно оптимизировать, насколько серверов разнести базы более оптимально, чтобы учитывать особенности работы виртуальных машин. Соответственно вот здесь от работы с юнитом вы получаете консалтинги, возможность поэкспериментировать, не тратя на лицензии по большому счету. Ну вот если кратко так, ну а для понимания, что таким образом 1С получает собственно клиенты доступ к этому юниту, ну тут достаточно просто, это либо тонкие клиенты, либо толстые, все достаточно стандартно, то есть вы можете через веб заходить, через тонкий клиент в ваших рабочих мест, либо использовать свою стандартную терминальную ферму для подключения по РДП, публикации через Титрикс и так далее. Александр, вот есть вопрос, в чате, почему мы говорим про 1С на базе Windows, а что скажешь про 1С на базе Linux? Никакой проблемы нет, можно и на базе Linux, просто на базе Windows это наиболее, скажем так, то есть платформа Windows и MSSQA, да, она действительно дороже, можно сказать, что ее продвигают, но по факту это способ в общем случае получить в более короткие сроки более понятную производительность. Если же мы говорим про индивидуальные решения, то есть если у вас большая база и сложная инфраструктура, то да, в частном случае на Linux, на Passgre можно получить результаты не хуже и никаких проблем с этим нет, то есть при необходимости мы так же можем вам предоставить на базе Linux. как я уже говорил в чате, недавно у нас с Александром был пилот, мы разработали демо-стенд для заказчика и его требование было администрирование платформы 1С от нас с бэкапом, с архивами и обязательно условия, это база данных на Postgre. Тестирование закончилось, вот так же вам предлагаем его. Саш, вот все-таки ты больше считаешь, что стабильнее и производительнее, если будет 1С работать на Windows и на SQL-бас данных? Предсказуемый. То есть на самом деле нет такого, что на вас будет на Linux плохо работать или еще как-то. Абсолютно она отлично работает, но если вы ожидаете какие-то показатели, да, и, скажем так, как платформа 1С очень много обновляется, и если даже посмотреть количество ошибок, которые возникают в ее версиях на Linux, да, то есть вопрос, насколько они затрагивают пользователей, да, это другой вопрос, но ошибок там больше, потому что в целом среда Linux, она более сложная. То есть Windows, это, ну, грубо говоря, моно-вендор, вот там Microsoft пилит свой Windows, пилит свой там SQL, и вот это все более-менее отлажено у него, и, соответственно, под него там все эти библиотеки разработаны, поверх которых работает 1С. Да, то есть, и поэтому в этом смысле это получается чуть более стабильно в общем случае. Вот, а Linux же, да, то есть это разные системы, разные компоненты, разные версии, компоненты, соответственно, это более сложная среда, а любая более сложная среда, она в общем случае менее надежная. Вот, но я подчеркну, что если мы говорим про конкретные реализации, про конкретные клиенты, естественно, никакой разницы в этом смысле нет, то есть, и на Linux без проблем можно настроить, оптимизировать и поддерживать. Саш, еще вот подскажи, правильно я понимаю, 1С в облаке может помочь заказчику перейти с одной версии 1С на другую? Да, в том числе, то есть смотрите, очень много ситуаций, когда клиенты почему-то сидят на старых версиях платформы, которые имеют более низкую производительность, где-то снимаются с поддержки и так далее, мотивируют это тем, что невозможно проверить, как будет работать конфигурация и так далее. Соответственно, вот данный сервис в том числе позволяет вам спокойно получить среду, в которой вы можете все протестировать, как будет работать на любых версиях, будь то там 18, 19, 20, сейчас версия платформы. Соответственно, надо тестировать ваше решение, посмотрите, когда будет работать, скорость работать, сколько вам ресурсов нужно, то есть знаете, не обязательно рассматривать юнит, это как конечное решение, это может быть просто ваша площадка для разработки и тестирования при проектировании своего частного облака в том числе, и потом этот юнит может мигировать ваше частное облако, уже настроено, отработано, и вы так же будете с ним работать. коллеги, я не говорю, что... У тебя есть, Саш, следующие слайды, да, там еще? Ну, тут все, там, тут у вас про кейсы, частично про них рассказывал, комментарий, что надежность юник-систем ниже, здесь не имеется в виду надежность конкретной системы, здесь имеется в виду, что когда у нас есть связка, да, то есть операционной системы, базы данных, библиотек, поверх которых работает 1С, 1С, веб-сервера, да, то есть это вот пример стандартного развертывания, также клиентских рабочих станций, то в целом с точки зрения просто самой системы, да, это более сложная среда, поскольку здесь используются разные версии от разных вендоров и так далее, в этом смысле, скажем так, вероятность, да, появления каких-то проблем, в общем случае, я это подчеркну, она выше, да, просто чем более сложная система, тем считается ее надежность меньше, вот, но естественно нет никакой проблемы в развертывании 1С на Linux, стабильные работающие системы, просто такие системы зачастую сложнее поддерживать, собственно, специалистам клиента, и это требуется определенной компетенции, то есть если она у вас есть, то, конечно, без проблем, ну и если вы готовы, чтобы мы вам эту компетенцию тоже предоставили, никаких вопросов. Александр, если даже мне слово, хотел бы еще историю из своей практики рассказать, заказчик, один заказчик мигрировал свою 1С в облако, то есть от нас потребовалась только инфраструктура, это произошло где-то там 3-4 года назад, тогда еще сервиса 1С из облако у нас не было, и поэтому лицензии заказчик использовал свои, администратор 1С тоже свой, все установили, все развернули, но примерно через год он пришел ко мне и задал вопрос, что-то у меня производительность как-то страдает, мне не нравится, что делать. Первое же мое пожелание было, думаю, сейчас я процессоры предоставлю более с высокой частотой, сейчас я SSD им предоставлю, меня остановил менеджер как раз по техподдержке текущих заказчиков, он говорит, Настя, подожди, надо посмотреть настройки SQL. Подключился наш специалист по Microsoft, провел консультацию по настройкам и без изменения архитектуры 1С производительности подкорректировался. Да, то есть, если говорить про Passgre, там еще гораздо больше возможностей для оптимизации, то есть, там можно прямо под конкретную базу на самом деле настроить оптимизатора запросов внутренних, которые, собственно, являются движком сервера базы данных и можно под профиль той нагрузки, которую в целом формирует база, можно оптимизировать базу данных очень сильно, да, то есть, и получить на Passgre скорость там иногда даже выше, чем на SQL, ну и MS SQL имеется в виду. Поэтому, да, то есть, если говорить о частных случаях, здесь большое поле, собственно, для там совместной работы, вот, то есть, да, главное начинать работать и, собственно, дорогу осилить ведущий. Еще, Александр, я хотел бы рассказать про нашу с тобой встречу с одним из заказчиков, который рассказал про то, что также вот от проекта к проекту подключаются разные подрядчики, пишут код 1С, и что у них нет никакой документации, нет никакой истории, уже не знают, что какие там корректировки в коде были сделаны. И ты тогда сказал про контроль кода, да? Да, сейчас расскажу, то есть, ну, это немножко там не облако, не юнит, скажем, вот такое внешнее администрирование, да, разработки, то есть, да, то есть, это мы такое выполняем, скажем так, некоторый проектный аудит, то есть, очень часто, да, у заказчика разные подрядчики, да, как внутренние, так и внешние, то есть, свои специалисты пишут, приходят, увольняются, уходят, сторонние там подрядчики работают и так далее. В итоге, через там 3-4-5 лет в базе вроде бы много сделано, но никто не знает, что, да, и вот сейчас у нас там, да, к клиентам, у него банально проблема перейти на 2.5 редакцию ERP, потому что у них там в предыдущей редакции сейчас там снимаются постепенно с поддержки 1С, вот, а это достаточно сложный процесс, потому что документации нет, да, то есть, и невозможно новому подрядчику полноценно отдать за гарантией, что ничего не посыпется, да, и там своих нет, которые сейчас бы могли это сделать, и вот заказчика в процессе там поиска решения. На самом деле, вот есть у нас такая услуга, да, то есть мы бы могли эту проблему у заказчика начально ее решить, то есть мы просто ведем, скажем так, единый реестр доработок, согласовываем их, подтверждаем, представляем заказчику отчет, и, собственно, выступаем такими хранителями конфигурации заказчика, что позволяет ему, в принципе, работать с любыми подрядчиками, да, по любой стоимости, любой компетенции, при этом быть уверенным, что, собственно, его само решение, оно соответствует стандартам разработки как вендора, так и каким-то внутренним принципам и пониманиям того, как должна развиваться IT-инфраструктура. Да, то есть такой сервис тоже возможен, он возможен как в рамках вот сервиса Юнит для 1С, так и он возможен в рамках просто вашего сопровождения, то есть такое, да, тоже возможно. Это к вопросу о том, что, приходя к нам, вы можете помимо сервиса просто инфраструктуру, просто платформы, узнать еще про новые полезные доп-сервисы. Я вот про госучреждения могу прокомментировать. Смотрите, то есть если мы говорим про госучреждения, здесь зачастую это тендер, и это частные решения, вот, то есть кроме самых простых случаев, где они просто берут SAS, то есть просто 1С в облаке, да, и в этом смысле им вообще без разницы, на чем оно там развернуто, вот, то есть в более сложных вариантах это какое-то понятное проектное решение, и, собственно, оно делается под заказчика, и в этом смысле вообще без проблем. То есть если мы про Юнит говорим как это как типовое решение для бизнеса, оно просто разворачивается и согласовывается, то у госзаказчиков там есть очень много своих требований, и помимо там импортозамещения, есть и соответственно различным там сертификатам PSB, там и прочее, прочее, защищенная платформа и все остальное. То есть все это делается, да, без проблем. То есть Юнит, он может докручиваться под конкретного клиента, под конкретный тендер точно так же, как совместно с вами, так и... Александр, Михаил, мы, наверное, можем перейти к практической сессии по настройкам 1С, по чек-листу, да, Миш? Гульнас, как у нас со временем? Мы идем по программе? Да, все хорошо, у нас есть время, вполне достаточно. Последний слайд, Миш, прокомментируешь? Да, Миш, пожалуйста, я прокомментирую. На фотографии, правда, это не я, но лет 20 назад, может быть, так же выглядел. Смотрите, с удовольствием, тем не менее, и с улыбкой, подарим вам до 500 тысяч рублей на перенос ваш 1С в Softline Cloud. Пишите, обращайтесь, звоните, можете просто сразу ускорить процесс, написав промо 500 в письме. Что самое главное, то, что мы поможем вам бесплатно, проведем тестирование с помощью нагрузочных тестов, в том числе теста Гилева, найдем оптимальные решения, проведем оценку, сделаем детальный расчет и бесплатно поможем протестировать производительность вашей рабочей базы данных и предоставим необходимые на время тестирования лицензии. Так что, вот я этот слайд прокомментировал и показываю следующие несколько слайдов своих. Коллеги, так? Перехожу на свою? Да. Да, я тогда отключаю. Да. Михаил, по времени у нас есть 50 минут. 50 минут или у меня 10 минут, наверное, да? По программе мы можем увеличить, если необходимо. Нет, у меня не проблема. Настя, мне 10 минут хватит. Нет, да, давайте, Миша. Слово тебе. Значит, вот этот слайдик так видно, да, на экране же, да? Да, презентально. Видим только в режиме слайдов. Все отлично. Михаил Гульнас, я просто предлагаю, если вдруг мы закончим раньше и те заказчики, которые к нам подключились, оставайтесь в конце, поговорим вот просто в виде диалога. Да. Потому что дома у вас будут свои вопросы, давайте их пообсуждаем. Смотрите, там я видел в чате такие каерзные вопросы, я очень люблю каерзные вопросы, задавайте их больше, пожалуйста, не стесняйтесь. Вот. Самое главное, что у каждого есть какие-то свои, какие-то задачки, приходите, просто в формате общего обсуждения, может быть, глубоко не будем обсуждать там тонкости, нюансы, но в целом все задачи разрешимы, да? То есть Softline – это очень редкая компания, у которой огромный IT-штат сотрудников, да? Наверное, такой огромный IT-гипермаркет, где можно найти решение любых задач, самых сложных. Облако – это одно из подразделений, в том числе вот V-Cloud – это еще более такое маленькое подразделение, которое, ну как маленькое, да? Это мы крупнейшие EAS-провайдеры в России. Вот. То есть, как мы уже сказали, там 55 стран мира с удовольствием принимают наши сервисы. И теперь все-таки о практике. Значит, вот больше всего затруднений вызывает это миграция и сайзинг в облаке. Причем, давайте так, облако – это может быть как облако в паблике у нас, в публичном облаке, так и в частнике, так и в вашем облаке, которое у вас развернуто сейчас, или частное облако на территории заказчика. В принципе, мало чем отличается вообще подход. То есть, когда вы покупаете железяку в офис, да, то есть, вам нужно понять, что дадут вам денег, завтра не дадут. Вот я там видел в чате, что завтра не дадут уже денег, надо сейчас покупать, потом будет дорого, потом там и так далее. А денег вот вы придете сейчас с запасом купить на завтра, это фактически 50% мощности, да, ну то есть, как я уже сказал, там пришли вот к руководителю крупной инфраструктуры, на которой говорили Кейси, да, и попросили сразу 5 миллионов, а ему стало плохо. Зачем ему 5 миллионов отдавать, когда это может быть в обороте. Вот, соответственно, вам тяжелее решить ваши задачи, тяжелее выдрать этот бюджет, получить капекс там на закупку оборудования. И, соответственно, тем более с запасом резервов, да, и в результате, с одной стороны, IT-руководитель между двумя наковальнями, да, то есть в тисках, нельзя промахнуться, да, чтобы не купить совсем уже там слабую инфраструктуру. С другой стороны, завтра нужно будет расширяться, и вот сколько это надо купить с учетом завтра. Мучительное и болезненное, и всегда проигрываем, да. Кто-то больше гораздо, чем надо купит, кто-то меньше, чем надо. А в облаке это вот неважно. Вода в кране. Открыл руки помыть или ведро набрать, да, мы открываем этот краник, на нужную мощность. Соответственно, в облаке берем по принципу необходимого минимума. Берем ровно столько, сколько надо сейчас. В любой момент добавим или убавим все как надо, да. Мало того, в пилоте, что удобно делать, да, посчитали приблизительно, вот так. Посадили в пилот, посмотрели, реальные нагрузки такие, уточнили, и получили более точную, более точный характерический параметр, то, чего надо, да. Соответственно, пилотное тестирование тоже очень важный момент для того, чтобы безболезненно и выгодно перейти в облако. Дальше делаем предварительную спецификацию по ролям виртуальных машин, да. То есть, известно, что виртуальные машины хорошо работают, если они относительно небольшие, и размеры, там, виртуальные машины приблизительно равны, там, или сопоставимы, кратные размерам физических ядер, которые есть на инфраструктуре, да, то есть, и часто, в общем, там, придерживаемся ориентировочно, там, 4-8 ядер, и, там, в 2-3 раза, в 4 раза больше объема памяти, там, да, для терминального сервера может быть в 2 раза, то есть, к примеру, там, какой-нибудь 8 ядер и 16, там, гигабайт памяти, для сервера с UBD памяти может быть, там, в 4-5 раз, в 6 раз больше, чем ядер, но вот это соотношение позволяет переваривать среди виртуализации, неважно, где в публичном, в частном, в вашей виртуализации, гораздо легче нагрузки, да, не делайте монстры из виртуальных машин, которые потом стоят в очереди к процессору и к физическому процессору и ждут, ждут исполнения, да, то есть, есть, я видел такие инсталляции, где 52 ядра, там, на виртуальную машину, да, в результате, и отказоустойчивость в этом случае хуже, потому что нужно будет мигрировать куда-то в виртуальную машину на такие хосты, где есть это количество свободных ядер, и работа этих виртуальных машин затрудняется, потому что фактически она выполняется, там, через пень-колоду, 52 ядра, вот, соответственно, старайтесь рубить на роли, роли я вот уже там предварительно показывал, да, они достаточно понятные, и мы поможем вам эти роли декомпозировать, если это необходимо. Дальше есть еще одна, как это назвать, такая мечта, розовая мечта любого админа, получить VDI, то есть виртуальные машины, фактически выделенные под каждого пользователя, да, и сценарий VDI, развертывания, сервис VDI, хорошие сервисы, и когда у вас фактически, ну, так скажем, производительность работы с админом высокая, где на одного админа, там, сотни, а то и тысячи рабочих мест, вот тогда VDI, безусловно, оправдан, да, и соответственно, если вам нужно там какие-то сложные политики безопасности, развертывания, сопровождения, обслуживания, и так далее, использовать, да, то есть VDI еще более оправдан. Но в большинстве случаев, ну, скажем так, на нашей бренной земле терминальные решения, терминальная ферма, терминальный сервер оказываются просто в разы дешевле, поэтому смотрите на VDI, я люблю читать про эти решения, но в большинстве случаев вижу, что наши заказчики используют терминальные фермы и терминальные серверы. Ну, и вот сайзинг терминального сервера, да, как его делать, всех учить не буду, придете, индивидуально можем там обсудить, как в конкретном случае правильно рассчитывать мощности для терминального сервера. Но в целом нужно понимать, что нужно какую-то часть ядер выделять на саму операционную систему, какую-то часть на каждого пользователя, как правило, там четверть ядра на каждого пользователя, и какую-то часть оперативной памяти тоже на операционную систему и на каждого пользователя. Обычно для 1С, например, там от полугигабайта до 1 гигабайта на пользователя понятно что разные пользователи могут по-разному потреблять то есть примеру есть там какие-нибудь кладовщики которые накладные печатают им то вообще не нужен терминальный сервер может достаточно веб-доступа о чем александр говорил о каким-то надо там с вордом excel работать и вот теперь представьте ваш линукс и на нем word excel и там еще что-нибудь да вот то о чем вы говорили там писали в чате windows да вот нам не нужен windows нам давай linux ну подлинных тоже есть конечно замена ворд excel а вот но в большинстве случаев то что мы видим все-таки наши заказчики предпочитают использовать вот стандартное офисное программное обеспечение поэтому windows но как минимум в процентах 70 случаев так и используется поэтому поэтому это основная система не потому что она лучше лихую linux а просто по распространенности так скажем да то есть мы все плеемся ежики плевались но использовали microsoft всю жизнь практически к сожалению вот говорю вам как человек который начал с dos 2 там какой-то версии 2 2 какой-то еще windows не было соответственно что мы еще видим то что вот это соотношение которым я вам сказал там один к двум один к трем один к четырем ориентировочное да но просто такое базовое для того чтобы правильно считать потому что некоторые считают по физике она физики физические процессоры ядра они не равны виртуальным и на физике часто соотношение 1 5 1 к 8 не путайте это да это соотношение вот в среде виртуализации соотношение обычно один к трем один к четырем на базах данных там может быть и один к восьми ну и например на 30 пользователей рекомендуется вот такой терминальный сервер как я сказал от минимума то есть без учета там каких-то тяжелых нагрузок по юзеру всяких 12 виртуальных ядер 24 гигабайта памяти и там 200 гигабайт и ждите то есть вот берете там офис вот это который мы говорим тогда на 25-30 человек вот который который мы с вами вот тут немножко считали да вот для него где-то вот приблизительно вот такая конфигурация базовая да и дальше делаем пилот смотрим плюс минус добавить убавить добавляем надо понимать что повторюсь пользователи делятся на категории там скажем так некие пользователи с минимальными нагрузками стандартные пользователи power user всякие там разработчики бухгалтеры их отдельно вообще лучше сажать на отдельный терминальный сервер для них отдельную может быть среду делать то есть соответственно вас может быть терминальная ферма с общими терминальными серверами а может быть разбито вот по ролям да то есть по по категориям пользователей но и мигрировать предлагаю всегда рассматривать миграцию сервисами и приложениями вместо того чтобы инфраструктура виртуальными машинами конечно да удобно виртуал очки перегнал в облако и и поехал но как правило вот миграция в лоб дает меньше экономия да то есть миграция сервисами и приложениями экономию помогает там сделать в разы то есть в два раза точно 50 процентов можно сэкономить на потребление ресурсов и тогда вот это вот картинка которую мы с вами смотрели она станет еще интереснее да вот справа графики стоимость владения будет просто просто гораздо лучше соответственно что важно еще да в случае 1с нужно уметь делать сайзинг да но если вы хотите мучиться сами у вас есть вот это будет презентация захотите приходите дадим более подробный чек-лист и там рекомендации по по настройке по сайзингу вот сами там голову поломаете но конечно рекомендую не ломать голову бесплатно прийти с нами проконсультироваться по моему посчитаем то есть есть скажем так проблемы сайзинга для 1с особенно в режиме работы с SQL сколько там выделять как какие ресурсы по количеству пользователей здесь зависит от того на какой версии вы 1с работаете на какой версии платформы соответственно делим в основном на обычные формы и на управляемые формы до управляемые формы и там с платформы 8.3 они гораздо более требовательны к серверу 1с да и соответственно здесь вот есть два варианта расчета под управляемые формы и под обычные то есть ну к примеру на для сервера 1с под обычные формы там достаточно 2 4 ядер и там 4 гигабайта памяти стандартном режиме с управляемыми формами уже нужно рассчитывать порядка там четверти гигабайта на каждого пользователя потому что отображение но то есть один из сервер формирует представление в клиент серверном режиме да для того чтобы на любой уже потом для лизяки хоть будь то там мобильный телефон планшет или там самый дешевый ноутбук показать на его экране то представление которое он запросил то есть там какой-то отчет или какой-то там таблицу сложную с выборкой из по складским остатком и так далее особенно требовательный конечно 1с и рп да и конечно под 1с и рп мощности я рекомендую всегда как минимум раза в полтора больше закладывать вот ну по количеству ресурсов также конечно зависит еще зависимости от объема и количество баз данных но в среднем вот сайзинг здесь представлен конечно же самое главное требование это для операционной системы с убд использовать самые быстрые диски в файловом режиме до файловом это понятно что скажет о чем вы говорите мы все там все крутые у нас у всех esql ну вот поговорите с вашими разработчиками с вашими бухгалтерами да то есть они часто хотят какую-нибудь там тестовую среду иметь для того чтобы быстренько посмотреть вот что будет если вот это сделали вот это сделаю поэтому файловый режим очень часто используется даже в крупных компаниях для того чтобы там какие какие-то работы дополнительные вспомогательные провести поэтому это актуально как для маленьких компаний так и для крупных у которых есть ну такие определенные специфические работы и для файлового режима здесь все достаточно просто количество ядер рассчитывается исходя из того что там пару ядер на операционку четверть ядер четверть ядра на пользователя и памяти тоже где-то порядка 2 гигабайт до 2 гигабайт на операционку и порядка пол гигабайта 1 гигабайт на одного пользователя понятно что бухгалтер может открыть 10 кладок хром и там съесть быстренько там 8 10 гигабайт но за этим нужно следить до чтобы на терминальном сервере от не сел или выделить для него отдельную виртуалку тот же терминальный сервер но для этого конкретного бухгалтера или там двух-трех-пяти бухгалтеров память то есть жесткие диски в зависимости от количества пользователей правило здесь то же самое чтобы для операционной системы с обеда использовались самые быстрые жесткие диски у нас есть такой чек-лист здесь очень коротко представлена его основная часть то есть самые основные правила следующие напоминаю за полным чек-листом приходите поделимся файл подкачки операционной системы с фиксированным размером профили пользователей файлы баз данных файлы логов и тмдб выносить на отдельные жесткие диски да то есть даже в среде виртуализации это должны быть не логически отдельные жесткие диски но виртуальные жесткие диски чтобы потоки ввода вывода распараллелить в этом случае вы получается представьте большой стадион с одним входом да то есть если вы все данные пустите через этот вход все пойдут да то естественно будет затор да поэтому делаем много выходов ходов соответственно мы распараллеливание вот вывод также выключить все ненужные службы установить максимально возможный объем оперативной памяти естественно исходя там баланса стоимости да и бюджета вот для старых баз максимум векер 30 установить повышенный приоритет сервера тоже это больше относится вот здесь кто-то писал зачем 2019 ну вот затем до что в 2019 вот этого делать и не надо вы можете брать по умолчанию настройки работают по умолчанию ну и он лучше работает среди виртуализации использует современные технологии тут же это лоттейна которыми говорил задать ежедневную деформентацию индекса обновления статистики настроить автоматического увеличения файла базы данных не менее 512 мегабайт и файла лога не менее 256 кто-то пишет гигабайт и не менее 512 это не так принципиально все зависит тоже от ваших нагрузок и размера вас но не менее вот я рекомендую придерживаться ну и собственно если вы у вас небольшая относительно там небольшие базы небольшое количество пользователей и система позволяет рекомендуется размещать сервер sql 1s предприятия сервера так как программная компонента на одной виртуальной машине с включенным протоколом shared memory ну и выключать tcp ip ваш версия 6 то есть соответственно вот все эти рекомендации повторяю в гораздо более широком формате есть у нас в отдельном чек-листе приходите мы с вами с удовольствием поделимся также не забывайте что встроенный антивирус windows сервер он тоже может создавать проблемы дополнительные поэтому кто умеет и кто это делает осознанно и грамотно могут выключить кто боится выключать вы можете хотя бы поставить это в виде исключений вот эти сервисы чтобы ну хотя бы процентов 10-15 производительности еще получить часто иногда даже до 30 процентов удается получить поэтому повторюсь все эти рекомендации нужен чек-лист один из в облаке есть почта cloud собака софтлайн точка ком приходите с удовольствием поделимся здесь вот скриншот одного из наших тестов для заказчиков на процессоре 6244 с частотой 3,60 гигагерц видите да то есть в эскуэле в режиме работы с скриншотов да то есть с обд кто знает это непростой режим работы получили вот 66 целых 67 даже было больше я скажу там получали больше просто один из скриншотов вот такую производительность так чему стремились соответственно вот помочь вам получить такую производительность это наше счастье приходите поможем это можно сделать сервера dedicated можно помочь вам сделать в частном облаке в частном облаке находящемся у вас ну про roadmap я уже коротенько рассказал насти я пожалуй все я сейчас готов ответить на вопросы коллеги видимо вопросов нет есть пожелание увидеть полный чек-лист я думаю это мы уже обсудим с желающими отдельно в переписке и и можно передавать слово паше караваеву павел ты с нами а к вопросам а мы вернемся напомню вот в конце в конце нашей всей сессии коллеги павел включите пожалуйста микрофон гульнас может мы раньше времени идем да и поэтому павел сейчас не с нами тогда мы можем перейти к вопросам пока павел подключится нас опережаем да пока можно обсудить вопросы я вижу активную достаточно переписку по поводу безопасности и в облаке но вот здесь хотел бы вернуться к этому вопросу и сказать смотрите когда вы переходите в облачную инфраструктуру конечно же первым делом мы вам предложим подписать индей индей это договор о неразглашении персональных официальных данных неперсональных официальных и здесь получение этих данных происходит уже на этапе обследования на этапе обсуждения поэтому первый шаг конечно же подписание индей индей мы можем выслать посмотреть в нем описаны и финансовая наша ответственность ну и конечно же ответственность ваша как контрагента дальше а при миграции в облако мы также с вами обсуждаем вопросы безопасности что здесь может обсуждаться первое конечно же соответствую 52 закон о обработке персональных данных то есть мы задаем вам вопрос а какая документация у вас есть а что у вас сделано до этого момента какие персональные данные а проводил ли аудит если какая-то модель угроз потому что в любом случае при миграции баз данных 1с модель угроз поменяется и вот здесь мы вас также готовы ввести и я бы сказала бы наверное обезопасить при визите роскомнадзора дальше а если вы переживаете например за доступы наших администраторов к вашим данным к вашим сервисам также эти вопросы мы все можем обсудить и решить и есть например компания с требованием к шифрованию дисков это можно реализовать как внутри собственными силами так и например с нашей помощью где мы вам предложим инструменты есть а доступа по шифрованию ну то есть по контролю доступов администраторов провайдера также это реализуемо вот недавно был проект в рамках которого наши специалисты по безопасности предложили специальный софт который будет развернут именно в рамках подписки заказчика и ну само собой безопасность трафика который поступает к вашему приложению к вашей подписке потому что либо мы строим с вами l2 vpn туннель канал и опять же преимущество облака что с нашей стороны уже есть средства есть инструменты для построения такого канала притом если раньше это защита была на уровне l3 vpn канала теперь можно строить l2 vpn и помимо сайт ту сайт миша поправь меня если не права но мне кажется мы уже мульти сайт ту сайт можем строить да да конечно то есть на самом деле vpn и любые можно построить вот но в базе у нас есть да ну то есть как бы сайт сайт випенды сайта ну как бы мульти пользовательский да когда пользователи с и и и и и с клиентской части с клиентского обращается да но у большинства клиентов есть заказчиков есть еще ну-ка свои как бы корпоративные решения да и они тоже работают то есть это может быть open в пен это может быть cisco vpn это может быть там еще какое-то там микротики и так далее так далее да не проблема вообще вижу вопрос можно ли арендовать 1s приложение если конфигурация нестандартная или в этом случае только и ас александр кокошкин ты с нами а я отвечал на этот вопрос может коллеги да да смотрите вы можете любую конфигурацию на самом деле как сас разместить так и в юнит то есть вас то есть это все без проблем то есть использовать свои лицензии и арендовать дополнительные лицензии или только арендовать лицензии максимально гибко коллеги а подтвердите пожалуйста в чате если у вас понимание между 1с саз из облака и 1с ну например а платформа либо просто представлен инфраструктуру под 1с ну эти просто проговорю то есть отличие саз оно более дешевое существенно ну там на порядок дешевле но это разделение инфраструктуры между другими клиентами то есть на сервере 1с и на сервере база данных будет обрабатываться одновременно база разных клиентов вот понятно что там не защищены там и разные доступы к базе и все 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 но фактически вы будете использовать не ресурсы что это существенная экономия получается то есть словно когда вам сас стоит там от 1000 рублей на пользователя самом-то мне дешевом варианте вот естественно если мы говорим про и про юнит это другой парадок тыфор но здесь вся инфраструктура эксклюзивно под вас то есть в ней то есть никто не работает она полностью ваша но и также вы можете просто купить вот у астека нашего партнера франчайзе компания астек да можете купить просто конфигурацию и поместить ее в тот же юнит или там да это может быть у 1с киже больше 500 там с лишним конфигурации различных да любые конфигурации можно приобрести и собственно поставить в эту инфраструктуру вот то есть можно временно арендовать потом приобрести то есть многие рынке так и делают если они на этапе предпроект а собственно рендуют разные конфигурации сравнивают да соотностранство он приобретает уже для продакшена использую на самом деле если у вас там больше 50 пользователей вам выгоднее купить на самом деле чем давать до до 50 пользователей новым выгоднее арендовать. Ну да, мы говорим про лицензию. Арендовать область, конечно, всегда выгоднее. Вот, о лицензии, да. То есть все очень гибко, то есть не стесняйтесь. Вот тут есть еще вопрос такой каверзный. Я сижу и думаю, вот, Владимир задал, как, с вашей точки зрения, ваши преимущества перед другими облачными провайдерами? Вы знаете, ну, конечно, можно там опять вернуться к началу презентации Насти и попросить ее еще раз рассказать, да, по-моему, она говорила. Вот. Но самое главное, да, к чему мы стремимся, первое, да, это к тому, чтобы фанатичная поддержка, то есть главная задача облака, это лишить вас проблем, да, чтобы у вас было как можно меньше проблем, которые возникают в процессе вашей работы. Это проблемы разного рода, и от козоустойчивости, и от поддержки, роста, выбор решения, посчитать и так далее, и так далее, да. Вот, то есть, вот, собственно, вот это главное. Второе, это все-таки такая распределенность, да, и огромная, как я уже сказал, IT-гипермаркет, то есть здесь вы можете получить сервисы любого уровня, совершенно, это совершенно искренне, да, и любого провайдера. У нас там есть, был или нет слайдик, Настя, где мы показываем, что хотите Google Cloud, Azure, да, там AWS, Alibaba, там еще что-нибудь, или там в Прибалтике, или в Австралии, нет проблем. 55 стран мира, как я говорю, там, да, у нас даже в Коста-Рике там, да, много заказчиков и так далее. То есть в нашем случае открывайте филиал, вот недавно наш клиент там в Алматы, там, в Казахстане. Мы там есть, пожалуйста, открывайте там филиал, работайте в Алматы. То есть мы вместе с вашим бизнесом развиваемся и помогаем, то есть, и вообще наша задача выйти такой вин-вин, чтобы вам было очень выгодно с нами, а нам с вами. Вот это главная наша задача. В этом наше главное преимущество. Окей? Я правильно? Хотел бы, да-да-да, я хотела бы ответить на вопрос Дмитрия по аренде лицензии Microsoft в терминальном сервере, например, на каких условиях. Здесь тоже, когда вы хотите мигрировать какой-то сервис в облако, мы вас начинаем консультировать по всем-всем сопутствующим моментам, в том числе лицензирование Microsoft. Вот, например, при миграции в облако, когда вы мигрируете сервис на инфраструктуру провайдера, лицензия Microsoft собственная, вы можете перенести, мигрировать только в случае наличия мобильности лицензий. Эта мобильность дается Software Assurance. Не у каждой компании есть Software Assurance, которая получается при продлении техподдержки Microsoft. Это первый момент, то есть мы как минимум подсвечиваем эти риски. Второй момент, и тоже благодаря нему многие мигрируют сервисы, что мы даем подписку на лицензию Microsoft. Что означает подписка? Что в облаке мы вам активируем лицензию Microsoft с помещенной оплатой и ровно на то количество пользователей или ядер, которое будет в вашей инфраструктуре. То есть, например, возьмем SQL. Лицензирование SQL есть с шагом два ядра. Если у вас локально, например, сервер базы данных на 12 ядер, мы можем с вами попробовать начать работать сервером базы данных на 8 ядер, показать лицензию SQL и затем при необходимости уже увеличивать. То есть вот такую экономию вы получите. Был у меня интересный проект, где мы мигрировали в МС, заказчика в облако Softline. ВМС – это управление складом, складскими учетами. И почему именно клиент выбрал миграцию в облако? Потому что ему не потребовалось покупать лицензию SQL под этот сервис, а он получил ее в подписке на пользователя. В действительности подписка на пользователя SQL даже дешевле в облаке, чем на ядре. Вот такие нюансы по Microsoft. Можно передать слово Павлу. Павел, ты готов? Да, Настя, я тут с вами. Спасибо. Павел, можно минутку? Кстати, в продолжение моего разговора, мне кажется, вот сервис, который мы строим на решение Microsoft, вот в том числе свою выгоду получает за счет вот этого лицензирования облачного. Правильно? Да, ты права, Настя. Да, сегодня я уже слышал выступления предыдущих ораторов и, в общем-то, да, действительно очень много говорится о включенных лицензиях в те подписки, которые транслируются в вас, поэтому я не стану исключением. Действительно, мы с вами сегодня пройдемся по слайдам, где наглядно будет показано, что происходит при лицензировании локального решения, которое строится на территории клиентов, и что происходит, когда это же самое строится для вас, как готовое решение, предоставляется по отдельной подписке. С чего хотелось бы начать? Ну, как вы понимаете, экономика хостэкченжа – это экономика большей части центра коммуникаций. У нас не только эксченж базируется, у нас базируются еще некоторые другие компоненты, о которых расскажем чуть попозже. Начать бы я хотел, наверное, с софта, который чаще всего используется на удаленке. Последние 2-3 года даже, если говорить о цифровой трансформации, наши клиенты сталкиваются с тем, что можно переместить своего сотрудника куда-то на home office или нанять сотрудника, находящегося не в городе, где располагается офис компании, и, в принципе, также успешно внедрить его в экс-систему своей организации и снабдить его всеми необходимыми инструментами работы. Наши коллеги из InfoWatch сформировали такой интересный топ по системам, которые чаще всего используются в работе удаленных сотрудников. Как думаете, что чаще всего здесь встречалось, когда речь заходит об удаленном сотруднике? Можете написать в чат. Мессенджеры, CRM. Да, вы правы, сейчас в последнее время мессенджеры очень часто используются даже для такой серьезной корпоративной работы, для ведения проекта какого-то, хотя, казалось бы, какого черта, самый не секьюрный канал и сложно контролируемый. Почему бы не использовать корпоративные мессенджеры, корпоративные каналы связи или какие-нибудь там project менеджеры системы? Да, вы по большей части правы, действительно, система работы с почтой и документацией – это топ всего того, что используют сотрудники. Дальше на втором месте IP-телефония. То есть, возможно, стоило отойти чуть подальше и посмотреть на это в общем, в общей части, потому что почта, звонки – это то, что больше всего захватывает нас. То есть, мы работаем постоянно с документацией по этому хранилищу данных, дальше идет корпоративная социальная сеть, и вот только потом идут мессенджеры. То есть, все, что формируется в мессенджерах, сначала и свою точку отсчета берет именно с телефонии и системы работы с почтой. Ну и дальше идут системы управления проектом, CRM, task менеджеры, всевозможные комплексные там какие-то решения, ну и прочее специфическое программное обеспечение, которое, в общем-то, помогает сотрудникам быть эффективным и коммуницировать со своими коллегами, опять же, через почту, IP-телефонию и какие-то файловые шары, которые они используют. Идя по этой логике, мы предлагаем сегодня своим клиентам решения, готовые решения по аудио-видеосообщениям, чатам, по почте корпоративного класса. Ну и, конечно, по хранению данных. Что касаемо почты, здесь есть два решения. Это мультитенант, это частное развертывание, которое дает разные наборы функционала. Чаще всего мы предлагаем своим клиентам именно мультитенантное решение. Это что-то типа аналога Office 365, G Suite, Яндекс.Почта и Gmail, только построенные на базе корпоративного стандарта именно Exchange сервера. Это единые настройки, достаточно быстрый вход. То есть, если у вас там 100 почтовых ящиков или там 250 почтовых ящиков, вы сможете там в рамках 1-2 дней полностью переместить и свою почтовую систему. Ну, то есть все свои почтовые архивы, переключите микс-записи и начать работать уже из мультитенанта виртуальный офис. Если у вас новые пользователи, то там старт работы этой системы, буквально там часы вы пишете обращение своему аккаунт-менеджеру, он связывается с командой сальклауд и мы вам поднимаем там в рамках обычной стандартной заявки, тенант, даем к нему доступ и вы уже как администратор полноценное этого решения будете назначать новые лицензии, давайте доступ там к определенной квоте, что также возможно. Если же вы большая организация, 500 почтовых ящиков, у вас там 1000-2000 почтовых ящиков, то это, конечно же, лучше решать в виде частного развертывания. Мы, конечно, об этом всегда говорим своим клиентам. Во-первых, там вы сможете какие-то специфические настройки запросить, помимо шаблона, который вы получаете. Вы сможете также там прокинуть синхронизацию с офисом 365 или синхронизацию с, так скажем, там с несколькими видос сервера D или настроить телефонию, например. То есть это все возможно сделать в частном развертывании. То есть примерно то же самое, что есть в мультитенантсе, но еще дополнительно и сделать настройку себе в частном развертывании. Мультитенантс, забегая немножечко вперед, получает возможность, ну как бы клиент мультитенант, получает возможность не только получить почту, он также получает встроенный антиспам, достаточно производительный. Он получает достаточно большие по объему почтовые ящики, управление квотами этих ящиков и также синхронизацию с локальным актив директори, чтобы локально управлять тем, что находится в облаке, что достаточно удобно. По функционалу и преимуществам, ну я накидал примерно такой вот батлкарт, потому что часто о нем спрашивают. Чаще всего здесь преимущество больше именно, вот как и Михаил про это говорил уже, это часть того, что мы забираем с вас, так скажем, рутину, убираем с вас необходимость закладывать капитальные затраты на инфраструктуру, поддержание ее отказоустойчивости и также готовы поддерживать вас 24 на 7 с гарантированными силы и в принципе помогать вам в реализации ваших там текущих изменений, каких-либо, если, например, вы не нашли реализацию через там центра администрирования, который в любом случае есть у администратора вашей подписки. Плюс здесь вы можете увидеть такой пункт по поводу использования License Mobility. Это пункт как раз то, о чем говорила Настя, то есть если вы раньше пользовались серверными лицензиями, некоторые из наших клиентов пришли к нам именно таким образом, то есть вы имеете право на достаточно солидную скидку при переходе на виртуальный офис с лицензиями Exchange Server, например, Essay. Можете посмотреть свои спецификации тех лицензий, которые закупаете у Microsoft в рамках трехлетних контрактов Pias или там годового какого-то там CSP контракта. Если там есть софт-фарашуранс, то вы можете переходить на виртуальный офис, на российские ЦОДы, полностью российскую поддержку с скидкой порядка 30-40% от текущей прайсовой стоимости. Идем далее. Посмотрим, что же за тарифные планы предлагаются. Сразу сходу могу сказать, что при покупке большого количества лицензий, там 1000 лицензий или при оплате сразу на год, вы можете рассчитывать на скидку порядка 15%. За первый этот платеж, поэтому имеет смысл заранее закупать большое количество лицензий и, в принципе, оплачивать его на год вперед, так будет экономичнее. Что касаемо тарифных планов. Начнем со старшего тарифного плана. Тарифный план корпоративный, в него входит 15 гигабайт почтового ящика на старте, Sky for Business включен, то есть здесь ваши сотрудники смогут обмениваться короткими сообщениями, аудио, видео, звонки делать, общие календарные конечно же использовать и, в принципе, у вас будет возможность также управлять квотами. Почтовый тарифный план самый популярный, пожалуй, в нашей линейке. Здесь 10 гигабайт почтовый ящик, общие календари и управление квотами. В простом тарифном плане там используются почтовые ящики поскромнее, но здесь и функционал также не блещет своим разнообразием, потому что это больше тарифный план, подходящий для неофисного персонала, для людей, которые задействованы в работе цеха, например, магазинов, выставочных залов, торговых залов, которым не нужно ежедневно писать какое-то большое количество писем, участвовать в общих собраниях по Skype, по тому же самому, но вы можете и должны в принципе как-то коммуницировать с ними, оповещать их о каких-то там событиях и вот этот тарифный план, как правило, берется для таких пользователей. Для хранения данных обычно используется у нас тарифный план хранилища, там предоставляется 50 гигабайт на пользователя, мобильные приложения там есть, там есть локальный клиент, чтобы работать с персонального компьютера, не переходя постоянно в онлайн и используя тонкий клиент для удобства. То есть первоначально 50 гигабайт, можете докупать расширение по одному терабайту и базово 50 гигабайт хватает для того, чтобы покрыть там 100% задач офисного сотрудника под хранение документов, это более чем достаточно. Что касаемо общих файловых папок, мы про это поговорим еще, у нас есть отдельный слайд про это. Сейчас хотел бы, наверное, перейти к скайфу-бизнесу. Давайте поговорим про это решение. Как я уже говорил, мгновенные сообщения, статусы присутствия, все это будет доступно для сотрудников. Это, конечно же, конференц-связь, то есть нет необходимости подключать там телефонную сеть общего пользования для того, чтобы звонить там своим коллегам, находящимся где-то в другом городе. Все это будет реализовано в рамках сети виртуальный офис, в рамках единого вашего Active Directory, который связывает всех ваших сотрудников. Если хотите телефонию подключить, чтобы принимать звонки от клиентов, чтобы звонить им, как, например, это реализовано у нас, ну, у нас, правда, еще работает и Teams параллельно, но, тем не менее, если вы хотите это сделать на базе виртуального офиса, то Welcome, частное развертывание для вас будет как платформа реализации этой системы. Чуть-чуть поподробнее про Softline Drive, система, которая является прообразом всех популярных файловых хранилищ с расширенным функционалом, который позволяет управлять доступами и контролировать то, что происходит в файловой сети. Как я говорил, уже есть варианты исполнения, когда человек пользуется тонким клиентом через веб-интерфейс и когда он использует это на мобильных устройствах или на персональных компьютерах. Все это также вам доступно. Помимо всего прочего, вы также можете подключать какие-то уже имеющиеся файловые хранилища, чтобы они были видны из облака, чтобы, может быть, бэкапить их туда не только в файловый сервер, находящийся у вас уже там испокон веков 2000 года, но также и облачные файловые хранилища от Амазона, Azure, Google Cloud, то, что сейчас используется, не знаю, вашими сотрудниками либо тайком от вас, либо уже вы смирились и приняли это за корпоративный стандарт. Вы можете использовать это здесь. По функционалу. Здесь на слайдах представлен вид мобильного интерфейса с различной раскладкой по функционалу. для каждого вида операционных систем свой собственный мобильный клиент. По форматам поддержки, ну, я могу сказать, что достаточно старые устройства и iOS, и Android будут поддерживать, то есть там вплоть до, по-моему, пятой версии Android и шестой или седьмой версии iOS, они будут поддерживать. Что, в принципе, сейчас большая редкость, я думаю, что ваши сотрудники не столкнутся с этим никогда, с тем, что вдруг система несовместима. По работе с файлами и по предоставлению доступа все максимально прозрачно, интерфейс достаточно простой и не думаю, что вызовет проблемы. То есть, когда вы используете файлы самостоятельно, вы также можете делиться ими, у вас всегда будет отображаться директория с файлами, которыми с вами поделились. А когда вы предоставляете доступ кому-то, то здесь достаточно широкий функционал. Вы можете ограничить время работы этой ссылки, вы можете ограничивать скачивание, вы можете поставить себе уведомление, когда сотрудник просмотрел документ или скачал его. Вы можете предоставить анонимный доступ, чтобы любой имеющий ссылку мог смотреть файл или предоставить ее персонализированно к какому-то сотруднику из вашей организации. Таким образом, поделиться с кем-то еще этот сотрудник уже не сможет. Ну и вот все в таком духе. Конечно же, когда вы работаете локально, то все эти файлы, все эти изменения, которые происходят, они улетают в облако. Важно понимать, что в рамках Supply Drive не предоставляется пакет MS Office, поэтому, чтобы не подвести ваши ожидания, хотелось бы сразу это проговорить. И если вы, например, используете нечто совместного редактирования документов, сейчас используете MS Office, вы и дальше будете продолжать его использовать, Softline Drive никак не изменит сценарий работы ваших сотрудников с документами, просто у них появится файловое хранилище в облаке, из которого они могут, например, продолжить работу с документом, где-то находясь на удаленке. Это сценарий, например, очень популярный в Softline, я знаю еще в ряде компаний, с которыми мы взаимодействуем, как бы также такой формат работы приемлем. То есть мы закончили работу здесь, завтра мы знаем, что мы работаем из дома или мы находимся в командировке, у нас нерабочий компьютер или там, не знаю, мобильный устройство под рукой, пожалуйста, начинаем работать без проблем, все изменения там подтянулись. Пару слов по поводу Active Directory. Мы сейчас очень бегло по этим вещам пробегаемся, потому что следом будет небольшой блок практический, где наш инженер, группа эксплуатации расскажет и визуально покажет, как выглядит центр администрирования, даст ответы на какие-то технические вопросы, которые вас будут интересовать. Про Active Directory, конечно же, если вы используете большая часть наших клиентов, которые пользуются виртуальным офисом, они уже приходили к нам, имея свою локальную инфраструктуру по управлению своим доменом, конечно же, Active Directory возможно синхронизировать, используется Active Sync и вот лишь то немногое, но как база вполне сойдет для управления доступами. Вы можете управлять списками рассылки, вы можете настраивать автоответы, общую информацию по подписке просматривать через центр администрирования, настроить AD Sync, конечно же, чтобы не каждый раз сравнивать изменения, которые произошли у вас в локальном ADS с тем, что происходит в виртуальном офисе, чтобы это было синхронизировано и работало как часы. Соответственно, управление паролями, ну и вся там базовая система управления вашей, так скажем, пользовательской частью, она доступна вам. Если вам требуется что-то больше, то тогда опять же это переходит там уже в частное развертывание, и там мы готовы выполнить любую задачу. Если требуется отойти от стандартного шаблона, то можно будет заказать проект по развертыванию. Это все также будет переходить в SaaS-модель и предоставляться вам с SLA гарантией доступности этого сервиса. Теперь давайте поговорим по поводу экономики. Мы сегодня весь день про это рассказываем, сравниваем одно с другим, и, как правило, когда речь идет о прямом сравнении SaaS-модели и он-прем-модели, то я здесь позволил себе сравнить то, что обычные клиенты получают, когда заходят к нам с, например, пяти сотнями почтовых ящиков либо пытаются что-то подобное построить у себя. Когда речь заходит о виртуальном офисе, то мы в SaaS-модели приобретаем просто подписку на виртуальную офис в определенном тарифном плане. Что касаемо там стандартной редакции Exchange Server или Enterprise редакции, ну, вы здесь все прекрасно видите. То есть набор лицензий достаточно серьезный. Если вы когда-либо лицензировали локальные сервера под тот или иной функционал, то вы знаете, что это, ну, тот еще челлендж — это все залицензировать, понять, как это все работает и потом еще суметь все это дело оплатить. Если в более наглядном виде, то я позволил себе прикинуть реальные цифры, как это все происходит. Опять же, вы тут спрашивали относительно того, что происходит, если там у вас есть какие-то уже legacy-системы, какие-то лицензии, которые у вас уже есть. Ну, здесь, конечно, все здорово. Я сейчас хотел бы все это на несколько такой синтетической модели. Вот. Вы можете там представить, как бы это было у вас. Если мы строим какие-нибудь там для небольшого предприятия, то есть 500 — это все, на что мы готовы рассчитывать, то первый код мы получаем следующую картину. То есть у нас, конечно, добавляется платформа из Windows Server, которая уже учтена в лицензиях. Нам добавляется Exchange Server лицензии, колы всевозможные и прочее, прочее, прочее. То есть мы видим, что состав лицензии в SaaS модели, естественно, гораздо ниже. Но вы можете резонно, конечно, меня спросить, Паша, это все, конечно, замечательно, но что мы будем делать там в горизонте трех-пяти лет? Здесь оно тоже достаточно интересно смотрится. Я тоже прикинул, сколько это все стоит. То есть если мы берем все то же самое, плюс еще в рамках этого горизонта времени мы, конечно, понимаем, а так как мы ориентируемся на запросы наших клиентов, то здесь, конечно же, будет несправедливо не учитывать то, что мы расходуем на поддержание серверного парка, на эксплуатацию, конечно же. Здесь входит и как бы не только электричество, там охлаждение, сама комната, но также и люди, которые работают со всем с этим, даже те, что уже у вас есть, в рамках там трех лет разница порядка 70% самой дешевой системы, которую вы можете построить самостоятельно, и в рамках пяти лет разница порядка 28%. Далее, как правило, у нас заканчивается поддержка серверной части, надо будет обновлять что-то, и здесь SaaS-модель она как раз-таки сильно-сильно выручает. Поэтому мы готовы как раз-таки клиентам своим предлагать именно SaaS-модель как более удобную систему управления расходами в долгую. Что касаемо общих выгод, то, во-первых, когда вы не отвлекаетесь на эксплуатацию тех решений, которые должны просто работать, у вас воспроизводится большое количество времени, ресурсов на поддержание реально влияющих на бизнес-систем, на вот в данный конкретный момент времени. Вы можете перенаправить старания ваших сотрудников на доработку 1С, на допиливание CRM, на формирование каких-то новых продуктов, возможно, если вы занимаетесь разработкой и прочее, прочее, прочее. То есть здесь, помимо того, что у вас высвобождаются руки, у вас появляется также новый уровень доступности для людей, так как здесь вы сможете расширить горизонты, так скажем, и нанимать людей не только из вашей локации, но и из внешних каких-то горизонтов, из соседнего города, из другого часового пояса, без необходимости снабжать его каким-то офисом, сажать его куда-то. Можно дать ему все необходимое программное обеспечение. Здесь сейчас достаточно в короткий срок. По моей части, наверное, все. Настя, давай, макурируй. Хотела вопрос, да, опять. Вот правильно я понимаю, что почтовый сервис, это является, наверное, из самых проблемных в рамках обслуживания, администрирования сервиса, если говорить о локальных сервисах? Ну, я бы сказал так, к нам время от времени заглядывают клиенты, которые уже держатся за голову. То есть, как это обычно выглядит? Человек работал в парадигме того, что... Ну, он же работает? Ну, как бы, ну, что туда лезть? Ну, да, у меня кченч сервер с 7-го года или 10-го. Ну, как бы, ну, да, ему 11 лет, и оборудование, на котором он сидит уже там 8-9 лет, ну, работает же ведь, окей. Вот. Но потом что-то с ним случается. Либо там нагрузка возрастает, он построил эту систему, когда в компании работало там 600 человек, а сейчас там 1600 человек, он там что-то добавлял, какие-то компоненты менял там внутри сервера, не знаю, там добавлял памяти, добавлял дисков, еще там что-то менял. Но как только начинается вопрос о том, что надо бы лицензии обновить, надо бы обновить серверный парк, и он начинает уточнять там стоимость всех этих решений на данный момент, то, конечно же, за там 9 лет цены выскакали очень-очень далеко, и, ну, просто, ну, как бы, это становится неподъемно, выдернуть из оборота компании сразу там бюджет на там 10-15 миллионов рублей, чтобы купить серверное оборудование, еще там миллионы 3-4, чтобы купить лицензии. Все необходимые, чтобы продлиться нормально. Ну, или чтобы как бы просто перейти на там новые версии. Потому что, как мы с вами знали, в прошлом году Microsoft очень сильно, или в начале этого года, Microsoft очень сильно подкнулся о старой версии Exchange Server, и мы с вами все-все хорошо знаем о том, что была найдена уязвимость в старых версиях и вообще в серверных решениях, которые, в общем-то, подвело и американский рынок, и по всему миру. Поэтому Microsoft настоятельно рекомендует держать, во-первых, в актуальном состоянии серверные части все обновления политик безопасности и вообще все обновления, минорные обновления безопасности, которые приходят, должны быть установлены здесь и сейчас. Поэтому... Насколько я знаю, бизнес, что касается лицензирования, в том числе Microsoft, очень не любит бизнес платить за продление техподдержки, вот той так называемой Software Assurance. Вроде как лицензии куплены, все работает, почему я должен еще платить? И несколько лет назад многие компании выкупили Exchange и другие лицензии и не могут обновиться, правильно? Ну, если речь идет не о там трехлетних контрактах, где они постоянно обновляют свои решения, да, Software Assurance, опять же, за которые вы платите. Плюс, ну, как бы если вы когда-то купили от прем лицензии сразу и долгие годы к этому не возвращались, то новый ценник, как правило, шокирует то, что происходит, потому что за последние там три года цена выросла, по-моему, процентов на 40, это то, что я видел. Вот, в октябре Microsoft вообще привело, ну, цены в соответствии с европейским рынком, то есть, если раньше мы там хоть как-то выделялись там на фоне общего рынка Microsoft в плане некой дешевизны, если можно так сказать, то сейчас они решили, что нет, все, исключений не будет, вы будете покупать лицензии так же, как это делают в Европе. Вот, поэтому, ну, как бы, да, это больно ударило по всем, но вот в случае с виртуальным офисом его цена для клиентов не поменялась, это очень важно. Паш, можно я отвечу на вопрос в чате? Складывается впечатление, что мы работаем с большими компаниями, все презентации строятся на этом. Действительно, я обратила внимание, мы очень часто сравнения производим, исходя из расчета, там, 500 пользователей, 1000. Вот наглядно просто, да. Да, да. А здесь что могу сказать? Статистика у нас есть, я не знаю, можешь ли, Паш, навскидку сказать, сколько у нас там пользователей, например, в Exchange в нашем сервисе, там, до 100 пользователей или там до 50 пользователей и так далее? Ну, на самом деле, там все очень просто, ну, как бы, статистику, это не надо долго там идти куда-то собирать, это все, все на ладони. Среднее количество почтовых ящиков в Multitenancy составляет, там, порядка 32 почтовых ящиков на организацию. У нас есть разные компании. Есть компании, которые, там, представляют у себя небольшой офис, там, где-то в регионах, и там всего 15 человек сидит, и, в принципе, они пользуются. У них сразу есть и софтлайн-хранилище, и, там, почтовый тарифный план, и они с этим работают, в этом живут уже много лет. Есть компании, там, размером 650 почтовых ящиков, им понравилась концепция Multitenant, и они сидят. Мы, как бы, предлагали им перейти, там, в частное развертывание, объясняли им, говорит, нет, мне нужна скорость, мне нужно быстро перейти, поэтому давайте пойдем по этому маршруту. Окей, все, человеку понравилось то, как это все работает, и он, вот, уже с нами год, наверное, сидит, работает и будет продлеваться. Вот, по частному развертыванию, там, конечно, картина, как бы, несколько другая, там, среднее количество почтовых ящиков, это, там, 480 почтовых ящиков на организацию. У нас есть клиенты, которые пожелали, там, имея объем, там, 320 почтовых ящиков, уже перейти в частное развертывание, хотя мы рекомендуем пользоваться этим сервисом, только если у вас 500 и более почтовых ящиков. Ну, как бы, это их не остановило, и они, как бы, это используют. Есть клиенты, там, в 2000 почтовых ящиков, то есть разброс очень большой, и поэтому здесь, ну, как бы, неважно, какого вы, значит... По поводу цены тоже, вот, звучит вопрос. У тебя не было, да, слайда с ценой на сервисе? Да, у меня слайда не было, но я могу туда вернуться. Цены на лицензии у нас здесь, ну, если брать, например, вот, корпоративный тарифный план, почтовый, простой, то вход, там, от 200 рублей начинается. Почтовый цена 350 рублей и корпоративный, там, порядка 650 рублей за один почтовый ящик. Можно также в рамках тарифного плана почтовый закупить еще, там, почтовый расширенный тарифный план, он будет включать в себя клиент Outlook последней версии с возможностью его постоянного обновления. То есть без необходимости покупать весь пакет MS Office ради Outlook или, там, отдельные IT коробочные версии Outlook, там, 2019 года покупать. То есть это становится в два раза выгоднее, чем обычно идти и в обход в виртуальный офис и купить себе Outlook. Это, ну, там, порядка, вот, этот стоит 350 рублей, если брать его с Outlook, то он будет стоить, там, 430 рублей, вот так вот где-то. Грубо говоря, если нужно обеспечить почтой 10 пользователей, это будет стоить примерно 3,5 тысячи в месяц. Всего, да, и у вас будет корпоративная почта. Да, да, с НДС. Коллеги, я хотела бы свою историю еще рассказать по поводу того, что вот мы только с большими компаниями работаем. Ко мне где-то два года назад пришла компания и обратились с запросом. Образовывают новую организацию, и нужно им хранилище, облачное хранилище для работы их юристов, отдел закупки, финансистов и бухгалтеров. При этом бухгалтеров 10, мне кажется, даже меньше, чем 10-5 пользователей, что ли, было. Вот мы им показали Softline Drive. Более того, у них не было системного администратора, и мы вместе с главным бухгалтером и нашим специалистом технической поддержки, вот сейчас он подключится, Артемий, объяснили, как настраивать, как работать с Softline Drive, и бухгалтеры отлично справились и работают вот уже по сей день. Паш, передаем слово Артемию? Да, Артемий, если готов, транслируй экран, отбирай у меня. Паш, еще один вопрос вспомнила, Артемий, извини, вспомнила вопрос про Linux. А есть ли у нас какие-то решения виртуального офиса для импортозамещения? Прям может быть одно слово. Так, давайте, я, наверное, с Linux, допустим, я думаю, во время презентации имелось в виду про AdSync, и также для клиентов Softline Drive. Нет интеграции, нету с Linux. Вот, по поводу AdSync, это будет только Active Directory, Microsoft. По поводу Softline Drive, клиенты, это Windows и MacOS. Ну, а, соответственно, мобильные платформы практически любые. Вот, то есть вы можете прекрасно на iPhone запустить, можете на любом решении Android. Как правило, вот как раз-таки клиенты для Softline Drive, вот мобильные, разрабатывались отдельным подразделением. Центрстэка. И, соответственно, они писали просто, точнее, покупали готовые решения и уже адаптировали под, скажем так, под свой движок. Так, давайте тогда начну презентацию. Можно я прям добавлю, смотрите, по поводу импортозамещения, с прошлого года у нас запустился сервис виртуальный офис на базе CommuniGate, CommuniGate Pro, поэтому приходите, демо-стенд есть, предоставим в тестировании и проработаем этот вариант для вас, если он интересен. Артемий, передаю слово. Да, спасибо. Во-первых, мы сейчас посмотрим именно на то, что видит клиент, администратор в публичном решении, в Multitenant виртуальный офис. Multitenant виртуальный офис состоит из, ну, основан на базе Exchange Server в 2019. Здесь сразу же отмечу по поводу дополнительных решений по доступности и безопасности. Он находится у нас одновременно на двух площадках, то есть все ноды геораспределены. Вот, то есть что-то случится с тодом, у нас произойдет переключение. То же самое и внутри самой инфраструктуры. То есть у нас множество серверов связанных, множество баз, поэтому письма мы не теряем. Далее. Вот мы сейчас с вами видим клиентский интерфейс. Это надстройка MatchSol над самой инфраструктурой Exchange Server. Соответственно, данная панель управляет скриптами как на уровне AD, так на уровне Exchange Server. То есть для клиента это выглядит вот в таком виде. То есть здесь пример приведен обычной подписки, почтовый тариф, как самый востребованный. Весь базовый функционал сюда включен. То есть мы можем создавать почтовые ящики, как угодно. Причем есть вариант создать сразу же почтовый ящик, просто с нуля. Соответственно, пользователь будет в нашем Active Directory. Можно потянуть, если есть синхронизация, из вашей AD уже синхронизированного пользователя. Либо за влаговременно создать подобных пользователей и уже спокойно замапить, если вы вдруг решили, скажем так, делать интеграцию с вашей AD. То есть здесь, в принципе, те, кто знакомы с Exchange, базовый функционал ЕЦП. То есть создание контактов, список и рассылок. Опять же, делегирование. В базовом тарифе это не включено. Там MAPI не работает. Начиная с почтового тарифа, вы можете использовать все возможности MAPI. Также управление ящиками. Можно нарезать для вас любые шаблоны. То есть даже если у вас тарифный план условно, допустим, почтовый, это будет 10 гигабайт на почтовый ящик, можно сделать расширение через шаблоны, можно сделать через модули, которые просто добавляют пространство к конкретному ящику. Но люди больше любят использовать шаблоны. И, допустим, такая ситуация, что вы мигрируете к нам, покупаете почтовый тариф, а у вас есть, допустим, ряд ящиков каких-то служебных на 30 гигабайт, на 50. Соответственно, не проблема. Мы вам нарезаем до 100 гигабайт свободного места на ящике. Мы можем сделать со шаблоны. Почему 100 гигабайт? Это рекомендованный максимум от Microsoft для эксплуатации Exchange. Выше базам будет не очень хорошо. Это официальная политика Microsoft, и мы ее тоже придерживаемся. Далее. Есть, скажем так, ограничения небольшие, если сравнивать ЕЦП. Функционал клиентский в MatchSol панели. Он нивелируется чем? В некоторых случаях, да, мы можем рекомендовать переход на частное решение, но в ряде случаев мы можем просто пойти клиентам навстречу и сделать небольшие уступки, расширение прав для конкретных задач. Вот это тоже в нами практикуется. Соответственно, я думаю, если есть вопросы по самой панельке, здесь лучше всего даже предложить, кто заинтересован, просто тест взять у нас и попробовать. При необходимости выдадим домен третьего уровня для теста. Вот, можем подключить ваш, если надо. Вот, DNS пропишите и, в принципе, все. Также в тандеме с решением виртуального офиса у нас идет Security Gateway от M-Diamond. Данное решение, не знаю, где-то год назад мы применили. До этого у нас был MailCleaner как бесплатное решение, но очень простое, очень шаблонное, и ряд пользователей жаловались на… Сказать, на низкую производительность. К тому же, наверное, все почувствовали в свое время, домен не проплатили, и все, скажем так, все антиспам-системы, которые использовали некоторые базы данных сигнатур, просто начали все воспринимать как спам, все письма. Мы, кстати, на клиентов перевели на вот Security Gateway. Вначале тоже были небольшие проблемы, но совместно с вендором мы адаптировали полностью под нашу среду, и сейчас у клиентов нареканий нету просто. Вот, мы сами довольны. Что из себя представляете? Артемий, можно добавить? То есть вот, коллеги, обратите внимание, уже существовал сервис, построенный сервис, заказчик заключил с нами контракт, и пришел к нам в техподдержку с просьбой улучшить один из сервисов. То есть антиспам, он уже существовал, и мы, не поднимая, не изменяя стоимости, подобрали решение, согласовали с вендором, согласовали с заказчиком и запустили. То есть вот апгрейд вот этой инфраструктуры, апгрейд сервиса происходит постоянно. Да, все верно. Также по поводу MatchSol, вот панель управления клиентской, если возникают какие-то проблемы, и вы уже пользуетесь, либо в тесте, пишите нам, мы тесно контактируем с вендорами. То есть нам быстро отвечают, при необходимости их специалисты подключаются, даже разработчики, и решают, выпускают экстренные патчи. Поэтому здесь, если возникла проблема, мы ее решаем. И довольно-таки быстро. Собственно... Хотел бы... Артемий, можно еще? Я еще помню, когда весь мир столкнулся с шифровальщиками, с вирусами, Вася, вот эти вот вирусы, мы смогли сразу же собраться и коллегиально принять решение об изменении инфраструктуры в целом. И можно сказать, что наше решение построено вот с учетом существования данных рисков. Что существует еще одна отложенная версия в другом цоде, правильно? Да, это само собой. Также у нас имеется полный бэкап инфраструктуры посредством ВИМ, то есть сами виртуальные машины. Это не для восстановления данных пользователей, это именно бэкап всей инфраструктуры. То есть, если вы попросите восстановить из этого бэкапа, к сожалению, так просто это сделать не получится. Это просто слепок. Если вдруг два отсода одновременно разрушат метеорит. Только в том случае это используется. Также, кстати, я говорю, отдельно могу обратить внимание на ВИМ-365 решение, которое позволяет, в принципе, бэкапировать как ваш Офис-365, так и ваш какой-то он примет решение того же Exchange, либо, опять же, у нас ваш почтовый сервис, вашу подписку также можно бэкапировать, хранить также на наших серверах. Единственное будет ограничение, если бэкапирование идет на нашей стороне восстановление доступа через техподдержку только. Здесь это связано, так как решение требует административного доступа. Соответственно, в мультитонном решении мы такой доступ предоставить не можем. Но в частном развертывании опять же, это реализуемо. Итак, перейдем к Security Gateway. В чем отличие? С большинством систем антиспама у каждого пользователя есть личный кабинет с стандартными политиками. То есть у нас мы выставили какие-то глобальные рекомендованные вендорам политики безопасности, настройки, фильтрации. И каждый пользователь может для себя решить, что ему лучше, что фильтровать, что не фильтровать, какие-то исключения ставить, какие весовые коэффициенты, что пропускать, что отклонять. То есть вот эта вот кастомизация под каждого пользователя, который работает, она позволяет каждому клиенту сделать что-то свое, что-то для него. Это раз. Во-вторых, здесь заложена, опять же, защита дополнительная. Ну, я бы назвал это защиту дурака. То есть есть разные клиенты с разным уровнем знаний, подходом. Соответственно, вот были яркие случаи, то, что, допустим, клиенту писал какой-то заказчик, соответственно, заказчик взломали. У нас идет какая-то спам-рассылка в сторону клиента, соответственно, вирусы. И даже то, что стоит в белом списке адрес, скажем так, какого-то клиента нашего пользователя, тем не менее отработала система эпидемий, защита от эпидемии, отработал антивирус и просто отправил все это письмо в карантин. То есть множество сообщений в карантине висело, соответственно, уже администратор зашел, проверил каждое письмо и принял решение, что да, там вирус небезопасно для остальных клиентов. Если, опять же, вы хотите принять решение, что вот от данных пользователей мы точно получаем, мы им доверяем на все 100%, ну, тогда здесь нужно адреса рассылки ставить, адреса отправки именно с тех почтовых серверов и тогда будет письмо игнорироваться рядом процедур проверки. Но, тем менее, в общем, будет все равно маркировка. Чем это и удобно. Опять же, если сравнивать с другими решениями, тут все кастомизируемо, даже вот система антивируса, мы можем поставить исключение, какого пользователя мы будем проверять, какие адреса будем, будем ли использовать исключение белого списка, какие типы файлов. Кстати, распространенная проблема очень во многих решениях. часто в финансовых отделах, в бухгалтерских отделах используются для передачи каких-то банковских приложений специфических, со специфическими форматами, пересылают, естественно, что-то по почте, не через файлообменники, и антиспам или антивирус, они все это дело либо отклоняют, либо вешают в карантин, соответственно, письмо своевременно не пришло. Зная это заблаговременно, можно создать исключение и свободно получить доступ, наладить работу. Также рекомендую по умолчанию при тесте виртуального офиса вы сможете попробовать на практике email security gateway и под себя что-то настроить, протестировать, ну вот как выглядит в принципе. Артем, а можно вопрос, сложно ли мигрировать клиенту со своей почты локальной, предположим, это exchange, или, наверное, еще сложнее с какой-то другой облачной почты? Мигрировать здесь все зависит от пожелания клиента и от реализации объемов, то есть мы рассматриваем здоровую корпорацию или какой-то небольшой офис. Соответственно, небольшой офис будет быстрее и удобнее корпорацию, здесь нужно подходить глобально к вопросам. Если мы говорим про небольшой офис, инструменты же есть доступные и понятные? Обычно миграция происходит через нашу техподдержку, то есть сопровождают обязательно наши инженеры и также, если ночью что-то происходит, у нас есть 24 на 7 инженеры, которые также смогут оказать поддержку либо провести какие-то работы. Как правило, клиенты используют эту выгрузку ПСТ и за временно готовят инфраструктуру. То есть уже будет готовая подписка, уже созданы почтовые ящики, остается только ДНС поменять и запустить, так сказать, в работу. Что касается старых данных, как ни странно, многие пользователи не любят переносить ПСТ архивы, а предпочитают либо у себя в качестве архива оставить временно, либо только какие-то важные отделы переносить, допустим, какую-то администрацию, бухгалтерию, все остальные хранятся у них в качестве архива, либо подключаются локально у конечного пользователя. Очень часто распространенные решения. Еще вариант был, не знаю, полгода назад один клиент, он использовал одновременно Яндекс, Гугл, и к нам еще пришел. Соответственно, посредством редиректов у нас было и сейчас есть это основное решение. Почта через нас ходит. Если, соответственно, система не находит такого ящика, она обращается по другим записям и уходит либо на Яндекс, либо на Гугл, где как раз таки остались архивы клиента. Такое тоже возможно, все реализуемо. Вот, здесь единственное ограничение, то, что я уже говорил о десинг, то есть, если клиент хочет к нам засинхронизировать уже своих пользователей, а именно перенос идет атрибутов пользователей Active Directory, на основе них создается с нашей стороны пользователи, и потом уже поверх можно в нашей инфраструктуре через ту же самую матч-часовую панель создать почтовые ящики, как правило, логика та же самая, либо мы переносим PST, либо пользователь на своей стороне либо подключает видеоархивы, либо подгружает через почтовые клиенты информацию, но это я говорю про мультитенант, для частных решений, опять же, могут быть кастомные реализации, это миграция от нас к нам в тот же офис 365, вот это как правило отдельные проекты, там выделяются наши инженеры по МС, которые уже все настраивают и проводят данную процедуру, но это именно частное решение, я говорю про мультитенант в данном случае, а вот это по миграции. Так, еще маленький нюанс по security gateway, допустим, у нас произошел сбой какой-то, либо вы случайно указали данные в почтовом пользователе, то есть, допустим, некорректно назвали почтовый адрес, или при синхронизации пользователя AD вы что-то сделали не так. Если у вас соответствующим образом настроена система антиспам, то письмо, которое не доставлено просто потому, что не получилось, оно не исчезнет сразу же, оно хранится у нас в корзине и, следовательно, в течение недели пользователь может зайти или администратор и просто повторно доставить это письмо. Довольно-таки удобный функционал в этом плане. Так, далее, как видите, взял и доставил недошедшее письмо. Здесь я, правда, сымитировал сбой небольшой, локальный, чтобы воспроизвести это дело. Но, тем не менее, такой функционал есть. То есть, пишите нам в ТИФ-поддержку, мы будем рады помочь. есть ли возникнут вопросы. Дальше. Ну, небольшой экскурс по Softline Drive, тоже кратенько. Так выглядит базовый интерфейс клиента Softline Drive, по сути дела. То есть, это как раз тот интерфейс, который впервые увидел главный бухгалтер в моей истории. я помню эту историю. В принципе, она смогла и доступ и настроить отделу юристов и отделу бухгалтеров. Здесь представлены ссылки на скачивание клиента. Соответственно, все ссылки, все обновляется автоматически, когда вендор выпускает обновление конечное. в принципе, в ограниченном режиме можно работать прямо через интерфейс непосредственно. Но для того, чтобы полноценное редактирование сделать, нужно скачать для изменения. Либо работать уже через клиент, файловый клиент. Он будет выглядеть, если все пользовались Google, Яндекс.Диском, точно так же. Зашли в раздел, изменили документ, сохранили, все, вы работаете дальше. Здесь по структуре частые вопросы от клиентов. То есть, как уже раньше говорили, один пользователь, под него выделяется 50 гигабайт. Допустим, у нас 10 пользователей. Первая учетная запись основного администратора, он является владельцем всей подписки. Итого у нас вот эти 500 гигабайт это общая квота, ресурсы администратора. И он, как я обычно перевожу пример, это он король, и у него есть вассалы, его пользователи. Он каждому выделяет надел этих ресурсов, но все ресурсы при этом его. Он сам может себе как-то ограничить доступ, либо ограничить доступ кому-то еще, но тем менее, он может себе вернуть. Это вот такой суперадминистратор. Соответственно, да, как говорили ранее, можно шарить папки, можно документы, какие-то ссылки делать. То есть, это все для конкретной задачи. Допустим, я не помню уже, есть фирма, она рекламой скорее занимается, вот, по-моему, даже осталось. Они как раз вот именно ради этого и то, что мы по программе интернет-замещения сервера находятся у нас в России, также используют вот этот функционал, просто раздавая ссылки к клиентам, конкретные данные, приглашения и пользователям нравится. Как ни странно, вот они остались. В принципе, постоянные также обновления, тоже контакты с вендором постоянно улучшают функционал, поэтому тоже нужно пробовать. Отдельно сообщу, что у нас есть база знаний, вообще, в принципе, по облачным решениям, основанная как на нашем опыте, так и на опыте, естественно, скажем так, по информации часто задаваемых вопросов. То есть, множество клиентов спрашивает, мы, соответственно, пишем на это инструкцию. Вот, инструкцию всегда актуализируем и, собственно говоря, давайте я, наверное, в чат скину. Секунду. И можете, в принципе, ознакомиться с базовыми настройками, функционалом, требованием публичного решения виртуальный офис. Так, по поводу вопросов. Так, из АД права можно раздавать? Нет, из АД права раздавать нельзя. Вы в данном случае только синхронизируете атрибуты, меняете пароли, можно, опять же, сделать для вас кастомный шаблон, то есть, ADSync, он работает в одну сторону, вы устанавливаете ADSync на каждый контроллер домена, обязательно перезагрузка, такое требование вендора. Дальше, соответственно, выбираете либо как отдельные сущности конкретных пользователей, либо целые организейшн-юниты и выбираете подписку, куда будете производить синхронизацию, либо там есть режим маппинга, можете, допустим, один коллега поменял должность и фамилию, к примеру, и один коллега уволился, вы можете взять и перемаппить этого пользователя на другого, как вам удобно. можно сделать заблаговременную подготовленную инфраструктуру, а потом просто уже к ней подключиться, когда будете готовы к переезду. По поводу шаблонов, можно сделать кастомный шаблон, то есть фильтр еще на нашей стороне, на стороне вот этой панельки, который запретит синхронизацию тех или иных атрибутов, тех или иных параметров. Были случаи при миграции, что пользователь просто забывал, что он отключил пользователя какого-то случайно. Соответственно, узнав об этом через какое-то время, а пользователь соответственно не работал, мы увидели, что действительно просто пользователь выключен и ADSync передал эту информацию, можно такую отключить. И соответственно мы получим еще одну защиту от непредвиденных действий со стороны вашего администратора. Вендор Softline Drive смотрите, это на основе центр стека, на движке центр стек. Если посмотреть информацию в интернете про это вендоры и про программное обеспечение, он славится с высоким уровнем безопасности и функционалом именно по безопасности. Да, согласен, множество разных проектов. двойное администрирование. Смотрите, вы хотите по двойной администрированию иметь в виду про виртуальный офис именно про это решение. Владимир у нас самый-самый активный слушатель. Гульнаш, надо будет подумать какой-то подарок Владимиру предоставить. Да, смотрите, допустим, это то же самое если у вас есть свой сервер, вам нужно будет зайти допустим в ДЦП и проделать какие-то манипуляции. Ладно, допустим, мы через Shell работаем, вам будет удобнее тогда. Тогда да, это по сути дела мы должны зайти в отдельный интерфейс и допустим добавить какой-либо доступ расширенный какую-то группу создать отдельную. К сожалению, да, это все через один интерфейс, но это как раз-таки публичное решение. Оно создано для того, чтобы общие вот эти ресурсы инфраструктуры распределить между другими клиентами, между различными организациями. Организация может быть множество подписок так, чтобы они друг другу не мешали и корректно работали. И здесь мы в свое время рассматривали множество подобных решений и вот пока на основе MatchSoul самое адекватное решение, я считаю. К тому же там очень озвучивая техподдержка. Павел Краваев, если ты с нами Артемий, вопрос про OnlyOffice, он звучал еще в самом начале вебинара. Знаете ли вы это решение? Так, я с OnlyOffice, к сожалению, не работал. Павел? Это что-то российского производства, это система, которая обычно вкупе дается вместе с Communigate, Команда, которая занимается Communigate, как раз постоянно предлагает что-то связанное с платформой О7, Communigate, мой офис, OnlyOffice. Это больше вот в том направлении. Здесь мы предлагать можем только работу с Outlook, как я уже говорил, в рамках отдельного тарифного плана, и работу с тонкими клиентами, а дальше вы можете работать с теми почтовыми клиентами, которые у вас уже есть. Либо это Exchange, Outlook, который у вас есть от текущего вашего контракта. Так что... Да, мы в том числе работаем с Microsoft, потому что ряд решений, наверное, самый оптимальный в данном случае, поэтому такой 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 решений. И вот Павел меня, если что, соректирует. Softline был выбран как один из провайдеров на территории Российской Федерации для продвижения сервисов Microsoft. Программа CloudDOS Microsoft, верно, Паш, да? включение в данную программу произошло еще в 2016 2015 году. Началось, да. То есть было принято Microsoft решение, что необходимы такие топ-провайдеры, которые смогут на своей инфраструктуре в мультитенокном решении построить их сервисы и предоставлять по подписке. Вот Softline был среди них. Соответственно, мы начали развивать этот сервис, но когда там два года назад появилось движение и тенденция в сторону импортозамещения, мы начали изучать разные сервисы. Я знаю, что в рамках Softline существуют проекты в рамках отдела по импортозамещению по самым разным сервисам и мой офис и другие в том числе. Мы в рамках нашего отдела Softline Cloud выбрали проработку направления CommuniGate Pro и его именно предлагаем. Но если, Владимир, у вас потребность именно в OnlyOffice с каким-то специальным под вас функционалом, приходите и мы проработаем под вас решение. Все, спасибо. Давайте, наверное, перейдем тогда к вопросам, к сессии вопросов и ответов, если у нас есть еще время. Можете задавать голосом в чат, можем побеседовать на тему технико-экономического обоснования беседы, с чего начинать беседу с бизнесом по поводу до облачных решения, либо по 1С, либо, не знаю, по сравнению внешнего аутсорсинга и собственного IT-штата, по почте. Особенно интересно, что у вас сейчас используется. Можете также в чат написать, что локальный эксченч или облачная почта. Вы, наверное, уже сравниваете и уже как минимум пилоты, может, не один уже провели. В чем заключается собственно софтлайн офис, если убрать из него почту, к примеру, корпоративная почта на базе Mail.ru. Это тоже облачная почта, существует на базе Mail.ru, на базе Яндекс, Google, кто-то пользуется бесплатными до сих пор почтами, тоже такие компании есть. И в этом случае IT-директора и особенно отдел безопасности сталкиваются с моментом, что ради безопасности тяжело убедить бизнеса перейти на корпоративное решение. Из чего складывается софтлайн офис? Смотрите, все-таки самые стандартные сервисы, которые используются удаленно сотрудниками, мы же с вами это проговорили уже, это средства коммуникации, это почта, это облачное хранилище, это видеоконференции и IT-телефония. И, конечно же, все это с безопасностью. Вот это является основой офиса от софтлайн. 1С, 1С как из облака, это вторая часть нашего виртуального офиса, которую также можно реализовать. Разве что у нас нету сейчас единого тарифа, который будет включать и 1С, и почту, но я думаю, ваши же бухгалтеры и финансисты расстроятся такому объединению. Клаудос Network Russia. Не пойму вопрос, как, в принципе, можно работать с бесплатным почтовым сервером. Есть компания, при том Казани была в очень крупной компании, и беседу вела с бизнесом, с генеральным директором и с коммерческим директором. И когда я начала описывать наш сервис виртуальный офис, меня посмотрели с удивлением, зачем у нас почтовые ящики, ну, правда, там была платная какая-то версия, типа по 15 рублей. Зачем мы будем переходить? И очень тяжело им объяснить риски, пока компания не столкнется с ними. Андрей, вы правильно пишете. Никаких гарантий. Речь обычно идет про работу с корпоративной почтой, про календари, про задачи, про единые стандарты, про скорость обработки корреспонденции, про удобство работы с вообще логикой того, как эти письма отображаются с тонкими клиентами, с какими-то Outlook, Thunderbird или какие-то другие версии. Вроде, казалось бы, почта и почта, что в ней может быть такого удивительного? У моей супруги в компании тоже они используют Яндекс, по-моему, и сравнивая то, как она работает с корпоративной почтой, то, как устроено это в тех компаниях, которые я наблюдал, которые работают на там эксченж различных, что онлайн, что сервер, конечно, небо и земля. То есть там творится какой-то логистический ад, к которому все, конечно, привыкли. Никто не несет ответственность за потерю данных, за потерю писем. Не знаю, можно ли вообще тикет завести и поднять, поискать письмо, поменять спам, вот как вот Артемий рассказывал. Правильно? Там даже больше всего стоит в том, что это, ну, как бы, когда нет речи о контроле перемещения информации, там, настройки каких-то DLP-систем, RMS-систем, то все вроде бы нормально. Только появляется какой-то сотрудник, у которого стоит вопрос контроля пересылки какой-либо информации внутри компании, то сталкивается с тем, что подобная система неуправляема и нужно какое-то корпоративное решение именно. здесь начинают смотреть, там, коммунигейт тот же самый, там, экшенж-сервер или там, экшенж-онлайн, который сейчас также популярен, там, смотреть какие-то, не знаю, что там сейчас, строить что-то, типа, зимбры, там, пытаться сделать, там, на нем, но, правда, опыт работы с зимбры, как правило, заканчивается тем, что все равно человек через, там, пару лет прибегает, все равно в экшенж-сервер садится. Но я так понимаю, что для некоторых важно этот опыт все-таки пережить, приобрести. Вот. Поэтому, ну, здесь просто, как бы, до этого нужно дойти, то есть, не так просто, как бы, переселить себя, и да, действительно, зачем, как бы, мне платить, там, скажем, не знаю, те же самые, там, 300 рублей, или, там, 200, или, там, 1200 за какие-то взрослые подписки Microsoft Office 365, там, они бывают, стоит, там, по 2000 рублей за одного пользы, зачем мне это надо делать, когда вот у меня за 15 рублей. Ну, это все, как бы, из практики уже выходит. Коллеги, есть еще вопросы? Андрей, ну, это, это было прям с моей встречи. Очень тяжело объяснить все риски и, возможно, затраты непредвиденные. Также, коллеги, могу еще добавить, вот, по поводу использования и опыта, это, наверное, уже Павел упоминал, это старая инфраструктура, просто вот у нас, относительно, недавно были миграции, там все плохо было. Опять же, если полу государственные учреждения не выделяют бюджеты, когда уже стало совсем плохо, выделяют бюджеты и это выходит гораздо дешевле, чем закупать оборудование. Сами администраторы признаются в этом. Это раз. И также, ну, это, скажем, способ такого аутсорса. Есть у нас пару клиентов, которых привел один человек, то есть он администрирует ряд клиентов, ему удобно просто через одну панель управлять рядом организаций, то есть он аутсорсер, вот, и через нас все это дело обслуживает. Тоже очень удобно, то есть если вы таким занимаетесь, у вас все в одном месте находится, тоже профит. Ульнас, я не знаю, что у нас в рамках времени по программе. Коллеги, мы не будем с тайминга, да, 14, вернее, 11.45. Насколько я знаю, все наши, вся наша программа уже выполнена, практически сессии пройдены, доклады прочитаны, вопросы отвечены. Спасибо всем большое за внимание, спасибо, что пришли и уделили время. Ждем, ждем с вашими уже вопросами, задачами. Если каких-то контактов вы не запомнили, я думаю, можно нас найти всех через общую почту info собачка softline.com коллеги, большое спасибо за продуктивный вебинар, за интересную презентацию. Также напоминаю, что мероприятие записывается, запись и материалы вебинара будут опубликованы на сайте, также будет организована рассылка. Большое спасибо, всем хорошего дня. Спасибо, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok